хорошо все пошла за я пока звук все да я пока прямую так коллегу да добрый день подсоединяемся елизавета арина вот тогда пока действительно люди собираются я не стала так принято на 5-7 минут опаздывать задавайте вопросы здесь уже лариса вот она у вас будет топки на ближайшие две лекции плюс суббота еще раз напоминаю да будет у нас консультация ближайшая суббота как у калиничева меня с елена шерибон так и лариса вот задавайте вопросы как у вас дела включите видео по возможности ваши можете как бы голос включить сейчас рассказать пока немного людей потом выключаем микрофон остальные сейчас можно включить вот только подключилась на сарае так коллеги слышите меня летите звук помашите ручки вот как понятно ли кто санкетами до ольга вот до ольги на сарае в звук слышите нас ольга или включите видео скажите как у вас дела пока люди собираются подождем сейчас пять минут слышно все визу елизавета написала так но общаться не хотите да я понимаю что сейчас 31 августа последние лета все собственно сборах там детей в школу сейчас только что с ларисой об этом говорили но все-таки какие у вас вопросы вот елена шерибонов постоянно на связи созваниваемся вот сейчас есть 12 анкет заполнен вот мы соответственно наставников до конца дня думал что уже вот они будут да я вижу что сергей долгого вот было пожелание и тоже спрашивает спасибо что получили видео вот очень жалко что нельзя выбрать двух кураторов мы прямо жалко мы подумаем можно узнаете как вы с ними можете в любом случае вот во первых связаться во вторых у них тоже будет консультацию тех кто идет лекции вы на них тоже можете с ними общаться написать спросить позвонить пожалуйста просто она должен быть официальный вот здесь вот тут вот такой вопрос да то есть куратор то один но вы можете советоваться с любым экспертом там присутствующий в чате человек и так далее так далее не стесняйтесь мы прям так хотели поле дали полю думали ну вы хотели но мы думали дарью выбрать и спрашивайте но даже если вы не и выбрали наоборот кого-то еще хотите а ее выбрали потому что на нам такой более технологичный наверное и выбрали оси по у кого-то ось кино ось кино по моему что я ему сообщу не помню но общем и там что-то было про технологические проекты как раз ну слушайте напишите мне кого вы выбрали в общий част в смысле да напишите просто чтобы тоже мы с еленой сообщили сейчас забыла у меня не под рукой вот еще да татьяна подходит спасибо что вот у вас есть именно фамилии вот может ну откуда вы чтобы тоже было понятно можете написать но как бы это будет вам же полезно вот татьяна тоже если можно да напишите фамилию чтобы мы понимали кто участники вот но это требование заказчика давайте да буквально еще вот одну минуту ждем мы начинаем вот уже на девять человек здорово все хорошо минутку если какие то еще вопросы спрашивайте написала давайте я вам когда вас переименую вот переименовал вас это три точки сверху вот ну ларис да включая микрофон собственно и включая презентацию да вот елизавета пишет поскольку буду в москве можно встретиться с экспертом москве но если эксперт москве туда ну вот я в москве сергей москве до водим коленичек но ночью по стране вот елизавета да можно действительно опять же с экспертом договориться время доброе все единственное будет как то зафиксировать это давайте да я представлю еще раз Ларису Пономареву, собственно, только что высылал слайды по всем, в том, что там есть Лариса, но все раз знаю Ларису очень-очень давно, очень много проектов, не один десяток проектов с Ларисой сделан, и в этом смысле Лариса эксперт по бизнес-плану, по финансовой модели, по цифрам, потому что бизнес-план, финансовая модель вам зачем нужно? Чтобы первое, действительно, быть в большей степени уверенным, ничто не дает гарантию успеха вашего бизнеса, но в большей степени уверен, что бизнес все-таки вот как бизнес-проект, он может зарабатывать, либо наоборот, вы можете посчитать, посмотреть, ну никак не будет зарабатывать, вы, значит, его убиваете, модифицируете, ну, то есть это дает вам все-таки, экономит ваши деньги, силы, действительно, да и репутацию, в конце концов. Второй момент, вы с этим документом можете пойти и под это брать грант, кредит, ну, вам проще, может быть, медиктировать его немножко придется, но у вас есть уже база и основа. Это второй момент, для чего бизнес-план, финансовая модель, то есть для вас, для вашего финансирования. Вот, наверное, основное, и вот передаю тогда слово Ларисе. Ларис, и да, я тоже немножко буду там какие-то моменты с позволения Ларисы комментировать, потому что тоже вот только-только вот вернулся в понедельник, был в курсе тоже бизнес-моделирование. Вот, Ларис, все, тебе слово, я выключаю свой микрофон, а ты его включай. Ну что ж, добрый день всем, кто сегодня к нам уже присоединился. Большое спасибо, что вовремя. Значит, те, кто присоединится чуть позже там или кто-то захочет записи посмотреть, тоже, соответственно, будем приветствовать. Итак, сегодняшний наш блог посвящен рассмотрению очень важного вопроса, рассмотрению вопроса построения бизнес-модели и, соответственно, оценке эффективности этой бизнес-модели в первую очередь, ну и, соответственно, как на основе этой бизнес-модели выстраивать затем проект, в который вы хотите, в который вы хотите привлечь финансы и оформлять этот проект в виде бизнес-плана. Наше занятие будет разбито на две части теоретические, да, скажем так, в которых будет как раз-таки освещаться все эти вопросы. Сегодня мы больше захватим вопрос бизнес-моделирования, как разрабатывать эту рабочую бизнес-модель проекта, если успеем, соответственно, заглянем, как оценить ее эффективность, а уже следующее наше занятие будет посвящено подготовке проекта для получения финансирования и оформления этого проекта в бизнес-план. Потому что, если мы будем говорить о развитии любого проекта, требующего вложений, да, бизнес-план является одним из основных документов, который требуется практически везде, где бы вы ни пошли для получения финансирования. Либо же бизнес-проект, либо какой бизнес-план, да, либо упрощенная его версия в виде заявки, которая в обязательном порядке формируется. Поэтому мы с вами посмотрим и какие типовые бизнес-планы есть, и плюс я вам думаю, что дам еще шаблон финансовой модели, которую вы сможете попробовать заполнить для своего конкретного проекта. И в рамках наших практических занятий, потом, да, у нас будут консультации, я смогу вам помочь донастроить эту, ну, дозаполнить, да, финансовую модель, если будут возникать у вас трудности. Так, чтобы она была рабочим, хорошим инструментом, вы могли, оперировая цифрами, прогнозами, видеть результаты, которые будут приносить та модель, которую вы будете создавать. Вот. Ну, если говорить о нашей сегодняшней теме, я, наверное, начну с того, что задам один такой самый простой вопрос и спрошу, как вы считаете, с чего все-таки начинается бизнес, да, это такие один из основных, наверное, ключевых вопросов. Бизнес в сфере туризма в том числе, да, вне зависимости от того, в какую сферу мы идем, есть какой-то первый базовый шаг, который нужно сделать. Как вы считаете, что это? Можно писать в чат, можно, если хотите, ответить голосом, да. Запись будет, да. Идея, да, отлично. То есть, вот, в принципе, вопрос с продукта, да, тоже хороший, хороший, да, правильный посыл. Да, в принципе, бизнес начинается с идеи, и эта идея должна воплотиться в бизнес. Для того, чтобы она в этот бизнес воплотилась, необходимо разработать ту самую бизнес-модель. И наша самая главная первая задача, если мы говорим о создании бизнеса, эта задача заключается в том, чтобы мы могли построить устойчивую и масштабируемую бизнес-модель. Чтобы эта модель была устойчивая, то есть модель была способна зарабатывать определенную прибыль, которую вы могли бы направлять на развитие и масштабирование вашего бизнеса. И вообще, вот я хочу сказать, что, в принципе, и в настоящее время, и ранее в предпринимательстве обычно этот шаг может пропускаться. И в результате у нас есть идея, мы запускаем свое собственное дело, но не проработав свою бизнес-модель, получается, что некоторые предприниматели даже на протяжении нескольких лет могут работать в ноль, да, или работать так, что вообще в убыток, и в конце концов разочаровываются в той идее, которая у них была. А основная эта проблема связана только лишь с тем, что не было проработано вот эта вот моделька для бизнеса, которая в обязательном порядке должна быть. Итак, что же такое бизнес-модель? Бизнес-модель представляет собой некую такую описательную, формализованную часть вашего механизма по зарабатыванию денег, по созданию ценности продукта и зарабатыванию денег в вашем бизнесе, прибыли, то есть на основе реализации этой ценности, ее транслирования в массу, да, и за эту ценность, соответственно, вам ваши потребители будут платить. Если мы говорим о бизнес-модели, она охватывает достаточно много в себе основных составных элементов. Она описывает и саму ценность, которую несет ваш продукт, она описывает и бизнес-процессы, то есть каким образом вы создаете свой продукт, доносите его до потребителя, контактируете со своим потребителем, да, и, возможно, постпродажное какое-то у вас обслуживание там присутствует. Она охватывает описание всех ресурсов, которые вам необходимы для того, чтобы вы могли создать свой продукт и донести его для потребителя, привлечь своего клиента. И, конечно, охватывает в рамках этих ресурсов и людей, да, то есть персонал, партнеров, которые вам необходимы, которые будут помогать вам создавать этот продукт, ну и, естественно, обслуживать ваших клиентов. И вот если мы говорим об этой бизнес-модели, то на самом деле существует очень много разных подходов по описанию, по формализации этой бизнес-модели. Мы сегодня с вами коснемся той, которая, на мой взгляд, является достаточно удачной. Это модель Астервальда. Она включает в себя 9 основных блоков. И эти блоки, если вы на них сейчас посмотрите, да, они как раз-таки описывают вот все ключевые моменты, про которые я только что сказала. Они описывают и ценностное предложение, и целевую аудиторию, то есть нашего клиента, кто это для нас. Они описывают и систему взаимоотношения с клиентами, то есть где мы распространяем информацию о своем продукте, о своем предприятии, о своей компании. Как мы ее распространяем, как мы взаимодействуем с нашим клиентом, за что наш клиент нам должен платить, да, то есть какие источники доходов у нас у бизнеса существуют, какие ресурсы нам необходимы. То есть вот как бы он полностью целиком охватывает все блоки, включая блок, связанный с партнерами, которые нам тоже должны помогать продвигаться, потому что партнеры – это достаточно такой хороший, весомый, скажем, ресурс, позволяющий либо же экономить средства, либо же быстрее достучаться до нашего клиента, да. Ну и, соответственно, расходы, которые мы несем. И благодаря тому, что мы описываем вот эти все основные блоки, у нас получается на бумаге, да, складывается уже такая структурированная картинка о том, что будет представлять из себя наш бизнес. Мы понимаем, что мы предлагаем нашим клиентам, мы предлагаем, понимаем, кому мы это предлагаем и как мы это делаем. И самое главное, мы понимаем всю инфраструктуру, то есть каким образом мы работаем для того, чтобы наш механизм позволял нам создать качественный продукт, вот эту ценность, которую мы закладываем в продукт, мог донести, да, то есть выразить. Ну и, соответственно, понять самое главное, да, а вот эта модель, она позволяет ли зарабатывать, да, то есть соизмерение наших доходов и расходов, оно нам позволяет понять, будет прибыль у нашего предприятия или нет. Вот Елизавета здесь, кстати, да, прокомментировала, прокомментировала, что расчет на доход не с туризма, а на доход с фермерства, туризм, некая поддержка для фермерства. В принципе, да, может быть, если вы ставите себе такую цель для развития сельского туризма, это одно из основных, как бы, тоже, может быть, целевых установок, которые вы закладываете в свой бизнес. И вот если мы описываем эту бизнес-модель и потом ее можем отцифровывать, мы как раз-таки можем понять, вот эта формула прибыли, она у нас есть или нет, да, в плюсе мы будем или мы не будем в плюсе. И уже на начальной стадии позволяет нам каким-то образом повлиять на ту модель, которую мы создали, для того, чтобы ее оптимизировать, усовершенствовать. И мы могли, соответственно, уже понимать, будем ли мы зарабатывать на этом направлении деятельности, на этом проекте, который мы хотим запустить. Или же нам необходимо, прежде чем это сделать, как-то изменить, да, те процессы, которые мы сейчас заложили. И вот если мы начинаем описывать бизнес-модель, то, естественно, существует очень важная и основная тоже часть, с которой нужно начинать. И опять-таки вопрос, да, вот с чего начинается вот это описание бизнес-модели, как вы считаете, вот я вам несколько здесь блоков, да, рассказывала, которые существуют, которые, какое из них является самым первым и самым главным? Их всего девять, да? В принципе, можно говорить или писать. Мне очень хочется, чтобы мы немножко попробовали в диалоге, да, в некотором поработать, потому что тогда будет интереснее и вам, и мне. Что является основой бизнес-модели? Ключевые ресурсы. Хорошо. Еще варианты? Ну, хорошо, я не буду вас сильно тоже, да, долго времени задерживать, потому что у нас все-таки немножко ограниченное. Да, ключевые ресурсы, они тоже являются очень важными моментами, но на самом деле то, какие должны быть ключевые ресурсы, будет зависеть от того, а что мы конкретно хотим предложить нашему клиенту. То есть самое главное и самое первое, с чего начинается бизнес-модель, это продукт, то есть то, что мы хотим предложить нашим клиентам. И это вот первая основополагающая часть. Если мы говорим о сфере туризма, тем более о сфере, допустим, нашего, да, сельхознаправления, то есть сельского туризма именно, да, то здесь нужно сказать, что в зависимости от того, что вы выбираете конкретно в виде продукта, будет зависеть от этого очень сильно та модель, которую вы создаете. Существует очень много разных моделей. Я вам как бы основные, да, такую классическую классификацию приведу. Итак, первая модель, которая может существовать в сельском туризме, это концентрированная бизнес-модель. Это та бизнес-модель, которая сосредотачивается на основном продукте туристической деятельности, да, это гостеприимство, прием и размещение гостей. И получается, что вот эта модель специализируется на получении основного дохода за счет услуги размещения. Все остальные услуги, которые у вас будут, да, там дополнительные это услуги, и они являются как бы дополнительными благами и не являются основными источниками дохода. И при этом получается, что если мы говорим о вот этой концентрированной модели, которая фокусируется именно на услугах размещения в первую очередь, то сразу следует сказать, у нее есть отличительная черта, да, она локализована в пределах одного сельского предприятия, то есть вот субъекта как раз-таки туризма, того предприятеля, той компании туристической, которая является принимающей стороной и оказывает вот эти услуги по размещению. Да, это и там наши усадьбы, да, сельские, это наши гостевые дома могут быть. При этом неважно, будете вы сдавать отдельно комнату, да, то есть отдельное помещение в этом доме, или вы целиком всю усадьбу будете свою сдавать, все-таки это модель, которая концентрируется именно на зарабатывании денег за счет размещения. Вот, вторая модель, которая может быть создана в сфере сельского туризма, это, соответственно, интегрированная бизнес-модель. Она точно так же локализована в рамках одного предприятия, то есть одно сельхозпредприятие, да, то есть субъект сельского туризма, организует у себя как раз-таки вот это вот направление деятельности, связанное с туризмом, но при этом использует стратегию горизонтальной диверсификации, да, то есть когда услуги размещения, они либо же равномерно, да, либо же не слишком сильно преобладают над другими услугами, то есть дополняются и сочетаются несколькими разными видами туристическая деятельность, да, то есть у вас уже получается, что вы не просто приняли гостей, а у вас там уже, допустим, организовываются дополнительно какие-то развлекательные мероприятия, да, организовываются там, допустим, какие-то экскурсии, да, выезды, выходы, то есть получается, что как бы наряду с приемом гостей мы еще оказываем дополнительный целый комплекс туристов, различных всяких вот туристических, скажем так, услуг, и как правило, вот в этой модели, когда мы говорим, да, получается, что эта модель, она свойственна больше для той сферы деятельности, когда мы в промысловый какой-то туризм, да, вот, допустим, направлению, так сказать, погружаемся, например, у нас там есть охотничье хозяйство, рыболовное какое-то хозяйство, и люди, получается, приезжают не только для того, чтобы у нас остановиться, но еще и для того, чтобы порыбачить, да, сходить на охоту там и так далее, поэтому получается, что вот это вот, либо там в нашем сельском подворье они еще приезжают, да, хотят не просто пожить, отдохнуть, а еще и поработать, да, там чем-то еще заняться интересным. Получается, что вот это как бы такая модель, которая собирает в себе в равной степени большой набор предложений туристических, которые, да, в рамках одного продукта можно ему предложить, и они приблизительно как бы равную такую долю в общем объеме выручки имеют. Следующая модель, которая может быть создана в рамках вот сельского туризма, это модель, которая называется распределенная бизнес-модель. Что значит распределенная бизнес-модель? Это значит, что географическая локация вот этой модели, да, она выходит за рамки одного, значит, субъекта сельского туризма, то есть за рамки одного предприятия. Она уже получается, что как бы объединяет разнообразные объекты и субъекты, которые представляют туристические услуги в одном туристическом продукте. И естественно получается, что в этой распределительной модели как бы нет одного приоритетного, да, там преобладающего какого-то вида деятельности. В равной степени присутствует и размещение, и досуг, и развлечение. Но при этом, соответственно, получается, что они друг с другом все очень сильно взаимосвязаны, да, убираем какой-то отдельный блок и туристический продукт, который мы предлагаем, он сразу рассыпается, да, и уже турист, получается, который ехал к нам на целый комплекс, он отказывается от того, чтобы с нами повзаимодействовать. Поэтому вот это очень, так, слышу через раз, палаточный лагерь можно отнести к сельскому туризму или это вообще отдельная история. Палаточный лагерь, я думаю, что в принципе палаточный лагерь, да, если вы его организуете на территории, не городской территории, а на сельской, в принципе, он тоже может быть одним из разновидностей сельского туризма, просто у вас, получается, вид размещения не гостевой домик, а палаточный лагерь, да, поэтому можно, в принципе, отнести, если он размещаться будет на территории, на территории сельской местности, скажем так, да. То есть специфика сельского туризма – это все-таки размещение на сельской территории и все-таки, как правило, это размещение на территории субъекта, который является еще и предприятием, занимающимся сельхоздеятельностью, да, вот в том числе. Но если говорить вот о таких, о мелком туризме, а вот если мы говорим о более широкой модели, даже вот эта модель распределенная, да, когда мы привлекаем, получается, несколько туристических объектов, то есть несколько компаний объединяются и создают такой турпродукт, то это уже получается как бы… Следующая модель. Территория сельской домика гостевой будет… Да, палаточный лагерь будет у вас в направлении сельского туризма, просто если у вас палаточный лагерь будет подразумевать только лишь размещение, люди к вам приехали, разместились и самостоятельно там организуют свой доход, у вас будет концентрированная модель, да, только размещение услуги. Если вы в рамках своего палаточного лагеря будете оказывать еще дополнительные какие-то услуги, проводить мастер-классы, организовывать досуг, да, там, проводить какие-то мероприятия, выезды, да, походы там какие-то, пошли грибы собрали, сбор грибов, пошли, какую-то рыбу половили, да, там, если у вас на берегу водоема находится, то это получается уже такая интегрированная модель. А если вы, допустим, в рамках вот своего палаточного, палаточного своего, да, вот этого, так скажем, лагеря, еще и выходите за границы вашей сельской территории, то есть не только, допустим, вот в рамках сельского поселения, да, какие-то услуги у вас были, а еще и вышли там в лес, вот как я уже сказала, да, там, либо уже съездили, показали какие-то близлежащие, да, объекты, которые есть у вас, это уже получается как бы распределенная такая модель, то есть получается, что у нас одно предприятие туристическое, но организует целый, скажем, такой, да, комплекс услуг или тур какой-нибудь, да, в рамках своей деятельности, и получается, что вот организуется некая такая туристическая деятельность, которая распределена и не только на одной территории, да, там захватывает еще дополнительные какие-то объекты, тоже на сельской территории расположены. Ну, это вот как бы такая терминология, да, скажем так, в большей степени. Вот, следующий важный момент, который нужно было бы сказать, да, что помимо вот этих трех основных у нас существует еще сейчас и очень быстро развивается четвертая такая модель в сельском туризме, которая называется ресурсная бизнес-модель. Что значит ресурсная бизнес-модель? Это когда вы не оказываете, в принципе, основной услуги, да, по туризму, которая является у нас услуга по размещению, а вы предлагаете своим клиентам те продукты, которые создаются в рамках вашей сельскохозяйственной деятельности производственной, да, и получается, что отличительной особенностью является, что вы, конечно, обязательно какая-то определенная локация, да, то есть этот вид туризма присущ к определенной локации, и вы, соответственно, к вашей территории, где вы находитесь, и когда к вам приезжают туристы, вы им предлагаете те продукты, которые вы производите, там, натуральное мясо, да, молоко, соответственно, может быть, там вы выращиваете у себя ягоды, фрукты, и получается, возможно, вы выращиваете эти ягоды, фрукты там, да, и перерабатываете, и предлагаете уже, или то же самое молоко не в чистом виде предлагаете, а делаете из него сыры, то есть вот те продукты, которые в рамках своей предпринимательской деятельности вы создаете, и вы продаете эти продукты, это ресурсная бизнес-модель, и здесь, конечно, следует сказать, что если вы выбираете эту бизнес-модель, когда к вам просто будут приезжать с экскурсией, да, туристы или гости, и эти туристы будут у вас приобретать продукцию вашу, то здесь следует сказать, что очень важно для того, чтобы вас запоминали, чтобы вас рекламировали, чтобы к вам приходили снова люди, очень важно, чтобы вы обратили внимание на тот маркетинговый фактор, да, который называется брендинг, потому что если вам удастся развить вот этот свой бренд, это значит, что к вам будет постоянный поток клиентов, да, очень здорово работает этот бренд, потому что у каждой территории, если так разобраться, да, есть очень сильные бренды, тульские пряники, быковские арбузы, там, коломенская пастила и так далее, и вы тоже, соответственно, если вот это направление выбираете, нужно сделать все для того, чтобы вложиться в бренд, пусть ваш бренд не будет сразу на федеральном уровне известен, но на уровне вашего региона, на уровне вашего муниципального образования, важно, чтобы о нем знали, да, и в конце концов, если правильно его развивать, конечно, можно добиться и очень хороших результатов, и вы будете зарабатывать, как бы, да, вот на том, что люди будут ехать именно на ваш продукт, и обязательно заезжать к вам, и вы будете иметь возможность дополнительно вот это получение дохода. Еще есть последняя бизнес-модель, которая тоже имеет место быть в нашем туризме, это сетевая бизнес-модель. Что такое сетевая бизнес-модель? Это способ организации, предоставления туристических услуг, при котором субъект, да, по сути, реализует функции туроператора. То есть когда уже здесь получается, что мы вообще никаким образом не ограничиваемся какой-то конкретной географической локацией, да, а мы разрабатываем тур, который может реализовываться на большой территории, он может охвастывать себя несколько сельских поселений, он может выходить за территорию этих сельских поселений, да, например, люди могут, кто не хочет жить там в сельском домике, да, в какой-то усадьбе, он может разместиться в городе, но при этом тур, который он приобретает, подразумевает, что в течение какого-то времени этот человек будет перемещаться по различным туристическим объектам. И здесь получается, что как бы основным источником доходов уже получаются те, кто организует эту бизнес-модель, они получают в виде агентского вознаграждения как туроператор, да, скажем так. Вот это как бы основная такая отличительная черта сетевой бизнес-модели. Это работа туроператора. И вот наша с вами самая главная задача выбрать, да, какую для себя бизнес-модель мы будем использовать. Почему? Потому что от того, какую мы модель выбрали, совершенно разные источники поступления доходов, совершенно разные расходы мы будем нести, ну и, соответственно, продвигать этот продукт будем совершенно по-разному, через разные каналы, потому что целевая аудитория, хотя бы туристы, которых мы называем, они все-таки будут немножко сужаться, эта целевая аудитория. Так, а если продукты у других брать, но продавать или кормить? Это ресурсная модель. Смотрите, вы тогда просто будете, если брать, допустим, продукты у других, и из этих продуктов готовить, да, и продавать еду, то это будет услуга уже по, услуга, которая называется питание, да, организация питания для туристов. И она, скорее всего, просто тогда будет не ресурсной моделью, а это модель, именно которая интегрированная, да, когда вы на базе размещения предлагаете уже услуги по питанию, предлагаете услуги по приобретению, да, то есть торговля еще, да, приобретение продуктов натуральных, которые в сельской местности производятся, которые высокоэкологичные, которые безопасные, и получается, что это все-таки интегрированная модель. Но вот эта ресурсная бизнес-модель, мы к ней все-таки, если вернемся, я скажу, да, она, наверное, является очень важным, с какой точки зрения, когда на территории, сельской территории, да, еще не развит туризм, когда организовать сразу, допустим, систему гостеприимства очень сложно, да, то есть найти место, где можно привезти людей и разместить, то есть нет этого еще ресурса. Вот эта вот ресурсная модель, она позволяет начать, сделать первый шаг в сферу сельского туризма, потому что организовать точку приема гостей на время, когда они приедут с экскурсией, пройдут по вашему хозяйству, и приобретут продукцию, да, это, наверное, одна из таких самых простых, один из таких самых простых вариантов, во-первых, создания этой модели в сфере сельского туризма, и, во-вторых, если мы говорим, допустим, об административном ресурсе и там о создании какой-то объединения, конгломерации, да, которая будет вот среди сельхозтоваропроизводителей, которые захотят у себя развивать вот сферу туризма, да, и привлекательность своей территории именно с точки зрения ее туристической, ну, для туристов, да, вот она, эта ресурсная бизнес-модель, она является таким первым основной ступенькой, первым шагом, который может в этом помочь. И уже, если вы создали такую модель, ваша самая главная задача найти, да, оператора, допустим, да, то есть в сетевую модель вступить, как бы найти того туристического оператора или туристическую компанию, которая будет к вам в рамках организации своих туров завозить этих самых туристов. Так, у нас создание цифрового путеводителя, мы будем получать статус туроператора, но у нас будет информация, не будет, какую бизнес-модель вписываемся мы в сетевую. Ну, вот смотрите, конечно, когда мы говорим о вот создании цифровой платформы, да, которая цифрового путеводителя, это не значит, что у вас будет модель сельского туризма. Я же сейчас говорю про сельский туризм, это совсем другой вид туризма, да, скажем так. Вы создаете продукт, который подразумевает развитие туристической привлекательности региона, который обеспечивает приток туристов благодаря тому, что повышается степень информированности. На самом деле эта сфера деятельности не туристическая, это сфера деятельности оказания информационных услуг. Просто профиль вашей площадки имеет туристическую направленность. И, естественно, развитие вообще территории, повышение ее туристической привлекательности, повышение узнаваемости вот этих мест, достопримечательностей, которые у нас есть, оно является очень важным. Если люди, которые хотят куда-то съездить, не будут иметь информацию, а куда можно поехать, соответственно, туристический поток, что делает туристический поток на эту территорию, он сокращается. И поэтому вот развитие этих цифровых платформ, связанных с туризмом, с информационным наполнением, все, что связано с туризмом, путеводителей, конструкторов маршрутов, туристические сети еще сейчас вот тоже начинают набирать популярность, да, создают как именно специализированные, да, туристические, значит, сети, да. И вот оно дает всегда очень важное значение, потому что оно позволяет быстрее развиваться региону, быстрее развиваться конкретной территории. И, естественно, в рамках финансирования развития, ну, программ туризма подразумевается финансирование в том числе вашего направления, да, цифровизация, скажем так, информации в сфере туристической, туризма и в сфере информирования об объектах, то есть вот путеводителя. Поэтому основная сфера услуг у вас будет все-таки информационные услуги оказания, но ваш проект имеет место быть и имеет высокие шансы быть профинансированным в рамках, вот, в рамках грантов, выделяемых для развития туристической привлекательности регионов, да, конкретных. Так, продукция для питания со своего хозяйства, огорода и сада требует какой-то сертификации, ну, смотрите, продукция, немножко не наш вопрос, не наша тема, но я отвечу, я точно знаю ответ на этот вопрос, да, она не подлежит обязательной сертификации. Единственное, что вы должны сделать и понимать, что если вы продаете эту продукцию, она должна быть безопасной, да, если, допустим, мы выращиваем коров и производим молоко, то мы берем справки о том, что корова на здорово. Если мы, соответственно, с вами… Сейчас я прошу. Если вы выращиваете все-таки что-то с огорода и сада и продаете это, да, то здесь, конечно, никто вам никаких справок не даст, но если вашим продуктом кто-то травится, да, или что-то случится, тогда сам педистанцию будет соответствующий сигнал, да, был направлен и приедут проверят, что вы там делаете в вашем огороде, потому что, ой, я помню, у нас в Волгограде была история, когда люди клубникой потравились, потому что там она поливала ее непонятно чем, для того, чтобы у нее был очень хороший урожай, и ребенок потравился. Ну, там, естественно, тогда были просто уже к ней дополнительные меры применены, но так, выходя на рынок с таким продуктом, если вы будете в розницу, да, торговать, ну, никаких документов не требуется, сертификат является, как бы, необязателем, захотите, можете сертифицировать каждую партию вашей продукции, да, то есть каждый урожай, каждый год. Если, соответственно, будете продавать свою продукцию уже непосредственно в, не туристам, да, в розницу, а каким-то организациям, ну, там тогда нужно будет смотреть, будут ли они с вас что-то требовать, возможно, как раз-таки сертификат будут требовать на продукт. Так, ну, а возвращаясь к нашему вопросу, к нашему, да, бизнес-модели, получается, что, в принципе, существует вот пять основных таких бизнес-моделей, которые совершенно по-разному подразумевают вот совершенно разный механизм зарабатывания, да, денег. Механизм зарабатывания – это то есть какие источники доходов у нас есть и какие ресурсы можно для этого приложить, да, или иметь для того, чтобы этот механизм, значит, работал. И у них совершенно есть, да, вот это важное отличие именно по географической локации, то есть если мы говорим про концентрированную модель, которая сосредоточена только на каком-то одном виде туристического услуги, да, на размещении, или интегрированная, которая в себе объединяет несколько, они, как правило, имеют географическую локацию. Если мы говорим о распределенной ресурсной, здесь, конечно, можно и за пределы вашего конкретного поселения выходить. Ну и сетевая, она вообще не предполагает, да, каких-то географических ограничений, она может охватывать всю, весь регион, объединять в себе несколько регионов, да, если создадите такой турпродукт и будете работать как туроператор. Вот, ну и источники доходов, как я уже сказала. Основное, если мы говорим про узкоспециализированную, концентрированную модель, это услуги по размещению по питанию, если мы говорим интегрированные, то здесь уже добавляется комплекс дополнительных, да, развлечения, помимо этого добавляются, если мы говорим о распределении, то здесь еще получается трансфер мы организуем и начинаем перевозить от одного до другого, да, с одной другой точки. Ну и, соответственно, значит, ресурсно это розничные продажи вашей производимой продукции. Таким образом получается, что ваша задача понять, в какой вы историю и какой продукт вы предлагаете. И когда у вас уже есть понимание, каким направлением вы конкретно занимаетесь, вот тогда уже можно приступить к тому, чтобы проанализировать, да, то есть составить вашу эту бизнес-модель рабочую, конкретную, для вашего предприятия только присущую, индивидуальную, и посмотреть, как вы эту бизнес-модель вы можете модифицировать, да, немного изменить, усовершенствовать, поднастроить таким образом, чтобы она могла вам приносить тот ожидаемый доход, который бы позволил вашей компании не просто там, да, существовать, но все-таки еще и зарабатывать и вкладывать в деньги, в ее развитие, в масштабировании вашей бизнес-модели. Это очень важный момент. Итак, если мы вернемся чуть назад, да, мы вспомним, что, в принципе, основой разработки нашей бизнес-модели является продукт, то есть что конкретно вы предлагаете вашим клиентам. И когда мы говорим о продукте, здесь нужно понимать, что описывая в бизнес-модели свой продукт, недостаточно просто название его привести, да, а нужно четко для себя представлять, а что же представляет для вас конкретно ваш продукт, то есть что вы в него туда объединяете, и вот какие ценности в этот продукт заложены. И исходя уже из этой ценности, да, будет дальше понятно, кто будет вашим клиентом, да, и как будет работать сама бизнес-модель. Вот считается, что карта клиента, карта ценности, она должна, как бы, включить в себя описание, ну, в первую очередь, самого продукта, перечень тех услуг, которые будут входить в ваш продукт, да, если он там комбинированный какой-то, сложный у вас, да. Потом, соответственно, описание тех выгод, да, которые заложены в ваш продукт, то есть те факторы, те характеристики, которые, как бы, вот, говорят о том, что наш продукт полезен, выгоден для нашей целевой аудитории. Ну, и, соответственно, снятие боли, третья, да, такая составляющая, когда мы говорим о том, что нам необходимо понимать, а как вот этот вот наш продукт, да, те ценности, которые мы в него заложили, те выгоды, как он помогает решать проблемы нашего конкретного клиента, с которым мы будем работать, проблемы нашего туриста. И вот эту часть в обязательном порядке, конечно, по-хорошему нужно прорабатывать. Так, на нее нужно, соответственно, обращать внимание. И когда вы прописываете свой продукт, да, можно использовать какие-то дополнительные там вот таблички, я вам поприводила тоже, да, будете, я надеюсь, что вы будете в рамках акселератора, работая со своим продуктом, пользоваться, да, теми дополнительными материалами, по которым мы вам предлагаем. И вот когда вы будете описывать свою, свои выгоды, да, свой продукт, я всегда советую в обязательном порядке описать непосредственно вот те выгоды, да, те качественные характеристики, которыми вы наделяете свой продукт. То есть если вы там, допустим, оказываете услуги по размещению, у вас, значит, там, допустим, что, усадьба, да, сельская, то вы здесь можете прямо прописать, а что конкретно входит вот в ваши услуги по размещению, то есть какие это номера, да, сколько этих номеров, есть ли там удобство, либо же вот это палатки, да, либо это все-таки комнаты, удобство в комнате или удобство не в комнате общей, да, и так далее. То есть вы прописываете как бы качественные характеристики своего продукта. Если это у вас интегрированная модель, то вы здесь добавляете, да, что помимо услуг проживания, которые вот там тоже какие-то характеристики имеют, помимо услуг питания, в которых включено то-то, то-то, у вас еще есть дополнительные услуги, да, там, мастер-классы, экскурсии и так далее. То есть вы как бы наполняете, вот все прописываете, все, что входит в ваш продукт, и когда вы эти качественные характеристики своего продукта описали, важно понять, какую конкретно ценность для потребителя несет каждая качественная характеристика. Почему? Потому что это очень важно. Допустим, если у вас… Сейчас, секундочку. Допустим, если вы прописываете, да, качественную характеристику, что у вас есть в вашем гостевом домике номер, номер, в котором удобства, допустим, размещены непосредственно в номере, какую это ценность несет для потребителя, да, это там повышенная комфортность, да, там, допустим, как мы можем посчитать, да, какое-то удобство или наоборот, да. Если мы размещаем, точку размещения предлагаем палатку, то, соответственно, тоже, какую ценность она удовлетворяет, да, какую ценность она несет для потребителя, именно размещение в палаточном лагере и так далее. То есть вот это очень важный момент, который нужно проработать, потому что чем точнее мы вот эту работу для себя сделаем, тем легче нам потом будет понимать, да, соответствует ли наш продукт действительно тем требованиям, которые предъявляют наши туристы, да, когда они выбирают то место, куда они поедут, да, когда они выбирают какой-то определенный тур. Да, мы эту презентацию скинем, она у вас будет. Да, на территорию садьб можно строить, а если земля, сельхозназначение, гостевую дом, если земля, сельхозназначение. Так, но этот вопрос надо не мне задать, это вопрос, да, задать юристу, потому что тут, наверное, тонкость, на которую я могу неправильно ответить, поэтому я не смогу вам здесь помочь. Вот, ну, в принципе, знаете, как мы можем сделать? У нас будут с вами еще консультации, я поштодирую, да, посмотрю, что по этому вопросу, какие есть рекомендации, и если вы еще раз его зададите, когда мы с вами соберемся на консультации, я вам смогу на него ответить, хорошо? Так, дальше. И вот на что здесь нужно обратить внимание? Когда вы прописываете свои качественные характеристики, очень важно уходить от обтекаемых непонятных фраз, да, то есть вот есть у нас такие классные, хорошие слова, качественно, комфортно, полезно, вы должны понимать, что эти слова, их достаточно много, да, этих слов, они абсолютно не конкретны. Почему? Потому что у каждого конкретного туриста, да, а это, как правило, физическое лицо, у него свое понимание, что такое качество, что такое комфорт, что такое польза, и это вот очень важный момент, да, даже вот на самом простом примере, я всегда рассказываю про этот пример, допустим, если мы берем продуктом хлеб обычно, да, который мы произвели у себя и продаем нашим туристам, да, или, соответственно, выращивая там зерно, да, допустим, своя мельница, и делаем домашний хлеб, используя все натуральные продукты, да, и даже когда мы так говорим, все равно у туристов будет разное понимание качества. Вот я хочу сказать, да, хлеб – продукт, который мы все покупаем. Если вам несложно, напишите в чат, что для вас значит качественный хлеб, или лучше голосом скажите, да, чтобы время мы много не тратили, и мы тогда с вами сразу увидим, насколько может быть различный подход даже к самому простому продукту первой необходимости, да, который считается. Почему? Потому что на самом деле, когда мы говорим про этот хлеб, для кого-то качественный хлеб – это хлеб, который свежий, который только что испеченный, который с хрустящей корочкой, да, для кого-то это горячий еще дополнительно должен быть обязательно хлеб, для кого-то это хлеб, у которого присутствует, да, бездрожжевой, то есть безвредный, это значит качественный, потому что дрожжи многие считают, что это вредный продукт в хлебе, который не должен присутствовать. Для кого-то важно, чтобы там были только натуральные ингредиенты, продукты, которые мы используем для производства хлеба. И получается, что даже самый вот этот простой продукт, он все-таки имеет качественные характеристики, разные для потребителя. И поэтому, хотела сказать свежий, вот даже понятие свежий, понимаете, тоже оно вроде кажется свежий, а тоже разное. Для кого-то свежий хлеб – это хлеб, который испечен сегодня, несмотря на то, что он может храниться там неделю, домашний хлеб испекли, и он через неделю мягенький. А для кого-то свежий хлеб – это тот, который еще горячий, уже остыл, все, уже не свежий. Поэтому даже вот это понятие свежий, оно тоже разное. И вот ваша задача, поэтому, когда вы будете описывать свои качественные характеристики продукта, уходить от обтекаемых фраз. Описать прям четкую конкретику, четкие конкретные характеристики, которые выражаются вот в… Если про хлеб, то бездрожжевой хлеб или бездрожжевая лепешка. Если про гостевой домик, то, соответственно, сколько номеров, каждый номер, на сколько места размещения. Есть ли там дополнительное оснащение, там, телевизором, там, допустим, холодильником, теми же самыми удобствами, кондиционером и так далее. То есть обязательно будет конкретизация качественных характеристик. Это очень важный момент, когда мы говорим про описание нашего продукта. И, соответственно, почему я так подробно про это говорю, потому что мне очень хочется, чтобы мы с вами, когда у нас будет практическое занятие, уже обсуждали ваши конкретные продукты, и мы могли вам что-то посоветовать, в том числе, как усовершенствовать вашу бизнес-модель. Потому что это очень важный фактор. Вторым важным моментом, когда мы описываем бизнес-модель, является вторая составляющая. Эта составляющая бизнес-модели называется клиенты, то есть наша целевая аудитория. И на самом деле продукты клиента – это как две ноги одного тела нашего туристического бизнеса. Потому что если чего-то одного не хватает, второго тоже не будет нормально работать. Второй не будет блок нормально работать. Поэтому очень важно понимать, что создавая, описывая продукт, нужно понимать, а для кого мы этот продукт предлагаем, кто будет являться нашей целевой аудиторией, нашим клиентом. И вот эта составляющая, она должна базироваться на взаимосвязи между ними. В чем выражается взаимосвязь между продуктом и клиентом, как вы думаете? Что является вот здесь важным, что важным фактором для принятия нашим клиентам решения о том, что он купит наш продукт? Что для него является важным? Что сюда закладывается очень основное такое? Если вы внимательно смотрели бизнес-модель, там была очень хорошая подсказка. На самом деле для того, чтобы клиент, даже на себя поставить на место клиента, туриста, продукт должен соответствовать ожиданиям клиента. То есть продукт должен соответствовать ожиданиям. Это все можно выразить одним словом, которое называется ценен. То есть в вашем продукте должны быть заложены такие ценности, которые четко соответствуют ожиданиям клиента, которые решают его вопрос именно тем методом, тем способом, и с таким результатом, который клиент хочет от этого продукта получить. И это очень важно. И когда мы описываем свою бизнес-модель и начинаем описывать свою целевую аудиторию, вот очень важно обратить внимание на эту ценность, потому что именно ценность закладывается, является основным мотивом покупки. И когда мы говорим о том, что определили свой продукт, теперь напишите свою целевую аудиторию. Очень важно эту целевую аудиторию конкретизировать. То есть не все туристы, которые приехали в Бурятии, будут нашими потенциальными клиентами. Все верно, потому что это логично, мы же сами хотим получать клиентов, поэтому нам нужно понимать, в чем ценность для клиентов нашего продукта. И почему клиенты выбирают именно наш продукт или похожий нашему продукту. Нам вот это нужно обязательно знать. То есть какую ценность, что для клиента ценно и важно в нашем продукте. И когда мы выбираем свою вот эту группу целевой аудитории, допустим, мы понимаем, что наша целевая аудитория – это те люди, которые приехали в Бурятии, туристы, или же это жители городов, допустим, в Бурятии, которые хотят либо выехать на выходные на сельскую территорию для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться, либо которые хотят приехать и посмотреть традиции, а их в городе не увидишь. И, соответственно, для того, чтобы познакомиться с традициями, с тем историей вашего конкретного региона, получается, в нашей республике Бурятии необходимо выехать в сельскую местность, в глубинку, так скажем. И поэтому круг у нашего целевой аудитории сужается. Но при этом и здесь тоже появляется тоже очень важный момент, что и когда мы вот эту группу определили, и эта группа целевой аудитории тоже может быть разбита на маленькие подгруппы. И это очень важно, да, то есть свою целевую аудиторию сегментировать, разбивать на части. Почему? Потому что очень важным моментом является тот факт, что разные группы людей совершенно по разным мотивам выбирают один и тот же продукт. И это очень важно. И при этом вот здесь, соответственно, вот Елизавета говорит о том, что ценовой фактор очень важен. Да, с одной стороны, вы вроде как бы правы, да, что ценовой фактор имеет значение. И в первую очередь, наверное, ценовой фактор может отсечь какую-то группу клиентов, да, допустим, если у вас премиум продукт, естественно, не могут им воспользоваться люди, у которых доходы, там, допустим, ниже среднего, да, или там даже среднего уровня дохода. А если у вас, допустим, продукт, который средняя ценовая категория, то здесь я бы сказала, что, наверное, ценовой фактор вообще не играет никакой роли практически. Почему? Потому что мотивом выбора будет совершенно другое. Мотивом будет выбора не цена, а будет тот набор ценностей, которые вы предлагаете в рамках вашего продукта. Да, да. То есть очень важно, что дополнительно вы предлагаете. Богачи все кушевели. И вот на самом деле есть такая книга, она называется «Спроси маму». Если вы ее почитаете, да, она как раз таки нацелена на то, что она говорит. Когда вы общаетесь со своими клиентами, хотите понять, почему ваши клиенты к вам приезжают, вы у них спросите, пожалуйста, что для них является мотивом покупки или выбора вашего продукта первым важным фактором после цены. И тогда вы услышите правду о вашем продукте, да, вот что действительно ценного в нем. Потому что цена – это просто мера, да, плата, которую мы платим за определенную ценность. И в зависимости от того, есть эта ценность или нет, мы уже меряем, достаточно ли это денег, да, либо это дешево, такой классный продукт, такой классный набор, да, за ту цену, которую мы предлагаем, либо это, наоборот, дорого. Но это уже как бы последующий все равно фактор. Ценнее и важнее концентрироваться именно вот на этой ценности. И вашу целевую аудиторию по-хорошему, когда вы будете описывать, ее нужно по группам разбить, да. Чем детальнее вы разобьете группы эти, сегментируете, да, а еще говорят, в каждом сегменте распиши аватар, да, то есть кто является прям вот образом вашей целевой аудитории в этой конкретной группе, которую вы определили. Это еще лучше упрощает нам жизнь именно с точки зрения правильной организации, маркетинговой стратегии и привлечения клиентов. Поэтому, честно говоря, более рассчитываю на друзей. Если они оценят мой продукт, тогда дело пойдет. Но тоже хорошая история, если ваши друзья являются вашей целевой аудиторией. Бывает такое, что наши друзья, они не совпадают с нашей целевой аудиторией. И тогда, даже если мы сильно не их рассчитываем, ну, эффекта выхлопа не будет, да, потому что мы тестируем продукт на одной аудитории, а привлекать собираемся в другую совершенно. Поэтому вот этот важный такой момент, который может быть и правильным, и неправильным. В каждом конкретном случае надо разбираться, да, могут ли быть друзья теми, кто поможет продвигать продукт. Итак, когда вы определились со своим клиентом, с тем, кто конкретно является вашим потенциальным клиентом, очень важно дальше, до того, как вы начнете дальше оцифровывать вашу модель, да, считать, она способна, не способна заработать денег, еще один шаг сделать. Этот шаг заключается в том, что вам нужно у ваших клиентов теперь спросить и понять, вот ту ценность, которую вы, да, вот здесь, когда описываете свою табличку, качественные характеристики и ценности для клиента, которые вы заложили в продукт свой, они-то на самом деле совпадают с теми ценностями, которые ваш клиент видит в вашем продукте. Потому что это, наверное, один из самых первых краеугольных камней, к которому мы приходим уже, когда шишек набили столько, и столько денег там потеряли, да, и времени потеряли. Поэтому очень важным моментом является, когда вы выбрали свою целевую аудиторию, прежде чем идти дальше в описание бизнес-модели, провести маленький, хотя бы маленький, да, маленькое исследование рынка. То есть, ой, перескочила. То есть протестировать свой продукт на вашей целевой аудитории. Хотя бы как минимум сделайте опрос. И при этом здесь тоже очень важный момент, когда вы будете делать этот опрос, важно, чтобы ваш опрос вашей целевой аудитории, он был сделан правильно. Почему? Потому что если вы неправильно это сделаете, то, скорее всего, вы потеряете смысл всего того, что время, да, и результат получите совершенно не тот, который бы хоть нужно было получить. В чем заключается суть? То есть нужно задавать правильные вопросы. Эти вопросы должны вам помочь ответить и поднимать, да, сложить понимание в своей голове, что движет вашим клиентам потенциальным, почему важно, да, для него именно выбор вашего продукта, что в нем ценного, какие у него есть страхи, да, что он хочет сбежать, потому что вам нужно, чтобы в вашем продукте этого не было, да, или вы могли бы ему донести информацию о том, что нечего бояться, здесь совершенно безопасно, да. Вы должны посмотреть, какие у него, какой у него был опыт, как он вообще решал раньше вот вопросы, связанные с вашей сферой деятельности, да, либо с покупкой, неважно, причем, что вы здесь будете делать, либо вы будете предлагать гостевой домик или там палаточный лагерь с размещением, да, либо, соответственно, да, это вообще очень хорошая история, да, давайте дружить, пробовать продукты друг друга и коллаборироваться. Это очень хорошая история, почему? Потому что в нашей сегодняшней реалии, благодаря вот этим вот партнерствам, коллаборациям, есть возможность усиливать свои продукты, да, то есть если у вас есть гостевой домик, и вы понимаете, что у вас очень много времени уходит, да, там, на основную вашу деятельность, вы выращиваете, допустим, разводите крупный рогатый скот, да, еще там дополнительно выращиваете мясное направление, да, и вы можете предложить своим клиентам, помимо того, что они к вам приехали в туристическую вашу местность, да, на вашу усадьбу, еще и натуральное хорошее мясо, но при этом вы понимаете, что клиенту-то этого недостаточно, он хочет и большего, можно, ну, как бы молоко, если у вас есть в достаточном количестве, молоко ему предложить, но при этом еще и вы понимаете, что у вас есть соседи, которые выращивают, там, допустим, кур, у вас есть соседи, которые выращивают у себя, да, там, культурную эту клюкву, там, да, или, там, бруснику, вы понимаете, что у вас есть соседи, которые любят ходить по грибам, и, соответственно, они их в таком количестве собирают, что они готовы и могут с ними делиться, и вы можете это тоже предложить своему потенциальному клиенту, который к вам приедет, и вот ваша задача получается, что вы можете, как бы, объединяясь, да, объединяя, привлекая к себе партнеров, друзей, уже усиливать свой конкретный продукт, поэтому это очень круто, нужно обязательно общаться и коллаборироваться. Но возвращаясь к нашей теме, да, обязательно нужно понять, как человек относится к тому опыту, который у него был, да, то есть, чтобы посмотреть, как мы можем влиять на его решение, кто влияет на, кто на этого человека может повлиять для того, чтобы он принял правильное решение в нашу пользу, да, то есть, вот эти моменты тоже очень важны, но и социально-демиографический фактор, да, то есть, тоже это очень важно, то есть, учитывать и пол, и возраст, и образование людей иногда влияет на выбор продукта, да, и род деятельности влияет, то есть, очень много там факторов, которые могут влиять на его интересы. Поэтому вот наша задача, как бы, охватить в рамках своего опроса весь, все, что связано непосредственно с выбором и принятием решения по конкретному, по покупке конкретного продукта, там, турпродукта, путешествия, да, или же непосредственно той продукции, которую вы будете у себя производить. И наша самая главная задача, как бы, да, вот составить профиль своего потенциального клиента, при этом четко понимать, да, как и для чего турист использует ваш продукт, то есть, почему, ну, зачем это ему вообще нужно, да, для того, чтобы понять, что его волнует в рамках, вот, пользования нашим конкретным продуктом, ну, и, соответственно, какие выгоды он хочет получить, когда он его использует. И вот здесь, когда вы будете проводить опрос, если вы правильно его проведете, да, то есть спросите у своих, если, хорошо, если у вас уже есть, были клиенты, да, вы уже немножко работаете на этом рынке, и у вас есть возможность тех, кто уже конкретно вашими был клиентами, опросить, это вообще прям самые ценные опросы, которые могут быть, и ваша самая главная задача – спросить у них, да, как ты нас нашел, как ты принимал решения, да, прям можно, вот, из моего опыта, да, я достаточно часто опросы провожу среди своих клиентов, и я им все время говорю, мне нужна ваша помощь, я хочу развиваться, я хочу усилить свой продукт, я хочу быть еще более интересной, уделите там мне 15 минут. Я вам задаю вопросы, которые были связаны непосредственно с моими контактами, да, то есть когда мой клиент пришел ко мне и покупал мне мой продукт. И здесь, соответственно, я спрашиваю, что было, ну, у нас, что было важным фактором, чтобы ты принял, выбрал меня среди моих конкурентов, да, был ли вообще еще кто-то среди конкурентов, что устроило, да, хотел ли бы ты что-то здесь изменить, добавить, чтобы тебе больше, еще более комфортно было со мной работать. То есть я такие моменты спрашиваю. И получается, эти люди, отвечая на вопросы вам, да, из своего опыта, они говорят самые важные, самые ценные вещи. И иногда получается, что мы можем увидеть, что мы думаем, что мы являемся важными для них, и они нас выбирают, потому что у нас очень комфортные, да, номера. А оказывается, что они выбирают нас, потому что у нас очень хорошее месторасположение, да, мы очень сильно удалены от города, и это дает возможность побыть в тишине и точно не отвлекаться, еще и у нас проблемы с интернетом и со связью, а это вообще счастье для них, да, никто их не дергает по работе. То есть, может быть, совершенно другие ценности заложены в ваш продукт. Поэтому здесь вот нужно услышать их версию, их версию ценности, которая закладывается в продуктовую, в ваше продуктовое предложение, которое вы для них предлагаете. И когда вы вот этот опрос провели, да, кстати, если вернусь к тому, что вы, допустим, выводите какое-то, только создаете предприятие свое туристическое, да, только хотите привлекать клиентов, и у вас еще нет пока опыта с ними взаимодействия, тогда нужно просто искать людей, которые подходят под вашу целевую аудиторию и опрашивать их, но при этом опрашивать так же, да, не предлагая им, там, вот если я такой продукт создам, да, приехал бы ты ко мне, сколько бы ты мне заплатил, а опять-таки изучая опыт, пользовался ли ты вот такой услугой, да, размещение, там, ездил ли ты в сельский усадьбу, да, там, или ты ездил какой-либо тур сельский, да, вот, там, или эко-тур какой-то, и спрашивать об его опыте, как он съездил, куда он ездил, почему выбрал именно этот тур, а не какой-то другой, какие были альтернативные варианты, да, кто подсказал, кто помог принять решение, все ли там его устроило, чего ему там не хватило, и получается, что, получается, что вот вы получаете, опять-таки, ценную информацию для вас важную, и когда вы собрали информацию об обратной связи от ваших клиентов, потенциальных или реальных, о том, что является для него ценным, да, какую боль вы для него решаете, ваша следующая задача, что сделать, взять и сравнить то, что получилось у вас, описательная часть вашего продукта с его ценностями, и, соответственно, та обратная связь, которую вы получили от своей целевой аудитории, и вот реально ли совпадает, есть ли в этой точке соответствия и совпадения, да, и когда вы вот это увидите информацию, вы увидите где-то расхождение, вы поймете, как нужно скорректировать ваш продукт, как правильно вам доносить информацию до ваших потенциальных клиентов, на что обращать больше внимания, когда вы делаете какой-то рекламный призыв для того, чтобы мы могли, соответственно, более эффективно работать, информировать о том, что мы существуем в наших потенциальных клиентах и их привлекать, ну, это на перспективу потом, да, вот, а самая наша главная первая задача, вот это вот соответствие мы выровняли, то есть мы уже четко понимаем, да, вот в нашем продукте, то, что мы закладили ценности, совпадают эти ценности или нет со ценностями нашего потребителя, то, как мы видим, снимаем боли, действительно ли они решают те боли, которые есть у нашего клиента, и это другие боли, да, там он совсем решает благодаря пользованию нашим клиентом, вот, и у нас уже есть вот возможность при наличии этих двух, так сказать, описательных блоков, что делать? Как раз-таки занести информацию в нашу бизнес-модель, первый ее кусочек, да, ну и, соответственно, если мы видим, что есть несоответствие, то у нас есть возможность что сделать? Дорабатывать, да, модифицировать то, что мы делаем, то есть посмотреть, сгенерировать какие-то новые дополнительные элементы, да, добавить что-то к нашему турпродукту, усилить его в каких-то местах, да, для того, чтобы он все-таки по максимуму соответствовал ценностям, которые заложены в клиенте, которые должны быть заложены. Здесь я привела вам несколько примеров, я не буду вам их зачитывать, да, потому что это много времени занимает, у вас будет презентация, вы этот момент посмотрите, да, вот, еще, да, помимо в описательной, для описания ценностей продукта, то есть вот этой базовой основы любой бизнес-модели, можно использовать метод пять вопросов, когда вы для себя отвечаете на вопросы, кто конкретно приобретает ваш продукт, что вы предлагаете ему, да, почему потребитель ваш, какая мотивация у него есть, почему он покупает ваш продукт, когда он этот продукт будет покупать и где он будет покупать. И вот проделав ту работу, про которую я только что говорила, да, у вас как раз-таки история, она и сложится, она и будет вам давать возможность как раз-таки на бумаге, скажем так, да, формализовать, изложить вот те основы бизнес-модели, которые у вас есть. Опять-таки, да, при этом надо понимать, что разная целевая аудитория, один и те же вопросы, совершенно разные для того же самого продукта, совершенно разные могут быть ответы на вопросы. И это очень важно, и это важно проделать для себя, для того, чтобы вам потом было легче работать. Ну, а когда мы эту часть для себя работы проделали, да, то есть наши бизнес-модели, мы уже понимаем четко конкретную ценность нашего продукта и нашего предложения, мы понимаем, что это, что из себя представляет наш продукт, что это конкретно. Это услуга размещения по питанию, да, или же это комплексный какой-то тур, да, либо же это у нас все-таки ресурсная, да, какая-то модель, или мы предлагаем реализацию продукции, которую мы производим, у нас есть возможность принять людей, организовать экскурсию, дегустацию и продать то, что мы, соответственно, для них произвели. И тогда уже получается, мы понимаем продукт, мы понимаем наших клиентов, нашу целевую аудиторию, наши сегменты, да, то есть на какие группы они там делятся, сколько этих групп. И вот теперь мы можем дальше переходить к построению бизнес-модели. И очень важным моментом теперь является простроить цепочки, да, цепочки взаимодействия. А что мы будем делать или как мы будем взаимодействовать с нашей целевой аудиторией, для того, чтобы они выбирали нас и для того, чтобы они, соответственно, приобретали наш продукт, несли нам свои деньги и платили за те ценности, которые мы заложили, да. Вот, значит, сейчас я тут немножко вернусь, я не успела прочитать. Так, в группе нажимаем предложение от участников. Обязательно приглашайте. Так, это уже коллаборации прошли, здорово. Итак, вот Андрей, да, прав, потому что если вы хотите на перспективу взаимодействовать, нужно уже сейчас между собой в группе общаться начинать, потому что иначе в том будете вспоминать, кто где был год назад, и не найдете, может быть, даже и нужных контактов. Итак, когда мы дальше приступаем к описанию бизнес-модели, наша самая главная задача – выбрать канал избыта. Что такое канал избыта? Это те места, где ваш клиент может про ваш продукт, соответственно, узнать, и где ваш клиент может ваш продукт приобрести. И здесь вот как раз пошла самая главная задача – определиться с этими каналами избыта. И когда вы выбрали эти каналы, следующий этап, соответственно, уже как вы будете взаимодействовать с клиентами в рамках каждого канала. Ну, например, если у меня гостевой домик, да, или я же решила открыть все-таки ресурсную вот эту вот бизнес-модель, когда я организую у себя точку приема гостей для того, чтобы они могли попробовать мой продукт. Я им провела какую-то экскурсию по своему хозяйству, доказав, да, что продукт ценен, полезен, натурален, и они имели возможность купить этот продукт. Я уже понимаю, что я могу привлекать сюда клиента как? Я буду это делать самостоятельно, да, и у меня будет сайт, допустим, создан, да, по своему маленькому туристическому предприятию, скажем так. Может быть, я буду привлекать посредников, да, то есть более крупных, более крупных туристические компании, которые уже имеют поток определенный, и моя задача будет вклиниться в этот поток, да. Я проеду по туроператорам, предложу, соответственно, туроператорам со мной взаимодействовать, и как бы через посредников уже ко мне пойдет туристический поток. То есть вот важно отобрать эти каналы, и как мы будем взаимодействовать. Но я не буду сейчас сюда углубляться, потому что это важная маркетинговая часть, да, у вас, кажется, там отдельные блоки будут по маркетингу, поэтому ваша самая главная задача для себя просто крупными мазками набросать вот эти каналы сбыта и каналы взаимодействия с клиентами. То есть как вы будете с ними выстраивать взаимоотношения, где вы будете размещать информацию о том, чтобы они нашли вас, да, где вы будете размещать, соответственно, как вы будете с ними взаимодействовать, когда они будут откликаться на эти ваши рекламные обращения и позывы, да, к тому, чтобы они к вам приехали, что вы будете им предлагать, когда они к вам придут, и, соответственно, после того, как они от вас уйдут, будете ли вы о себе напоминать и как это делать, да. То есть вот эту всю систему взаимоотношений с клиентами прописываете. И когда вы эту часть проработаете, получается, что в этой бизнес-модели вы уже начинаете, помимо того, что описываете, что продаете и кому, начинаете, да, описывать, как вы работаете, и это очень важно. И вот это как вы работаете в системе взаимоотношений с клиентами, если вы пропишете, вы сможете понять, аж за что ваши клиенты будут вам платить деньги. То есть вы сможете сформировать направление, да, или потоки денежные притока, которые у вас будут, да, те источники дохода, которые у вас могут быть. И это очень важно, когда мы должны понимать, что, в принципе, за каждую ценность, которая заложена в нашем продукте, клиенты готовы платить отдельные деньги. Отдельно за размещение, отдельно за удобное размещение, отдельно за комфортное, ну, удобное с точки зрения, там, допустим, местное расположение, за комфортное, да, размещение, когда мы увеличиваем комфортабельность нашего, так сказать, места приема, да, отдельно за организацию питания, отдельно за мастер-классы и так далее. И получается, что... И получается, что тогда у нас мы сможем, во-первых, написать все источники дохода потенциального, которые могут быть, и уже в рамках стратегии привлечения клиентов понимать, да, какие виды и потоки мы точно будем использовать для того, чтобы нам несли деньги, да, а какие, допустим, потенциальные источники доходов мы будем предлагать на безвозмездной основе, чтобы использовать их, как вот такие крючочки-заманушки для того, чтобы люди выбирали нас, да, там, допустим, бесплатные там мастер-классы, да, там экскурсия бесплатная, то есть не брать за экскурсию деньги, в рамках размещения предлагать там дополнительные экскурсии. Люди тогда уже понимают, ага, у меня есть возможность поехать, да, там вот куда-то там, допустим, да, в Серенгинский район. Я понимаю, что, соответственно, там есть 2-3 усадьбы, да, сельские, но при этом в этой усадьбе только размещение питания, в этой усадьбе размещение и только завтраки, да, остальное досуг весь там, а в третьем еще и там экскурсия дополнительно предлагается, и он уже, естественно, выберет что-то, то, что для него более ценно, да, то есть дополнительно сверх того, что предлагается, и при других равных условиях. И поэтому вот этот очень важный момент нужно обязательно проработать. Когда вы этот момент проработали, когда мы уже четко понимаем, что предлагаем, кому предлагаем, как взаимодействуем и за что наш клиент будет нам унести, мы платим деньги, мы уже можем оценить вторую составляющую, да, нашего, соответственно, нашей бизнес-модели. Вторая составляющая – это та составляющая, которая говорит нам о том, а каким образом нужно все организовать для того, чтобы вот эту ценность, которую мы заложили в бизнес-модель, мы могли дать своим клиентам. И таким образом получается, что мы начинаем описывать три важных блока. Наши ключевые ресурсы, то есть что нам необходимо для того, чтобы организовать создание вот этого продукта и прием наших туристов к нам. То есть если мы говорим, что у нас будет, допустим, палаточный лагерь, это значит, что нам нужна территория, где он будет располагаться. Нам нужно понимание, сколько палаток там можно разместить, да, нам нужно понимание того, что люди, живя в палатках, все-таки должны иметь какие-то удобства, а значит, нам нужно организовать, да, вот эти вот уборные, да, работу как минимум уборных, да. Соответственно, дальше подумать, если люди размещаются в палаточках, да, и это палатки, какие это палатки, во-первых, да, это те палатки, в которых можно только, там спрятаться от дождя и ночью спать, или это палатки прям целые, которые, как комната, да, у нас есть, еще несколько комнат в них располагается, и там можно комфортно и чуть ли не мебель расставить. Поэтому вот это надо понимание, да, то есть какие-то палатки, что в этих палатках будет и так далее. И получается, что в зависимости от того, какой мы турпродукт хотим предложить, у нас уже совершенно разный набор ресурсов складывается. И наша с вами задача прописать вот все ресурсы, которые нам необходимы. Естественно, прописать наши виды деятельности ключевые. Что такое ключевые виды деятельности? Вот, видите, в палаточном лагере, туалет и кухне все будет. Вот, ну просто смотрите, опять-таки, да, вопрос, в чем заключается. Кухня. Кухня будет, которая будет где-то организована, и нужно будет ходить на общую кухню. Или у вас в каждой палатке будет, да, размещена небольшая такая кухонная зона. А вот навес со столом и с лавками, вот видите, да. То есть получается, что можно по-разному, да, организовать. И вот ваша задача, в зависимости от того, чем вы наделили свой турпродукт, как он у вас выглядит, вот эти ресурсы для себя описать. То есть какие вам нужны ресурсы. Если вы решили, что у вас навес со столом, с лавками, и, наверное, соответственно, там какой-то источник огня, где можно еще готовить, да, чтобы сырую пищу не употреблять. И, соответственно, вот вы уже понимаете, что вам для этого нужно. Опять-таки, источник огня – это что? Это будет мангал или это будет какая-то плита, которая будет работать с газовым баллоном? Или что-то еще там, да, или вы электричество им туда сможете провести, потому что он недалеко от вашего трансформатора или от вашего дома находится. Вот печка, сарай. Вот видите, то есть получается, что мы как бы вот детально все продумываем в нашем продукте, что мы предлагаем, и для себя это описываем. И еще очень важным моментом, когда мы описываем этот блок, важно описать именно ключевые виды деятельности. Что такое ключевые виды деятельности? Ключевые виды деятельности – это те бизнес-процессы, которые у вас происходят. То есть мы с вами четко, конкретно понимаем, да, какие бизнес-процессы. Бизнес-процесс, там, размещение информации, да, о нашем турпродукте. Прием откликов, да, если мы самостоятельно организуем приезд. Значит, потом, там, прием откликов и резервирование мест, да, там, допустим. Следующий, там, допустим, бизнес-процесс – трансфер, да, то есть привез гостей, там, они приехали, допустим, на поезде, а вы с поезда к себе должны привезти в свою усадьбу или в свой палаточный лагерь. Следующий шаг – размещение, да, следующий шаг – проживание, питание, экскурсии, то есть и так далее, там, да, мастер-классы. То есть вот все, что у вас есть, вы делите по бизнес-процессам. Полностью расписали бизнес-процесс от начала взаимодействия с клиентом до конца, да, когда клиент уже с вами распрощался и поехал домой, да, возможно, там, опять-таки, трансфер до места его дальнейшего следования, да, если он, допустим, приезжий какой-то или живый, и он трансфер сам организует, вот этот момент. И будет ли вы потом или с ним взаимодействовать после, да, там, напоминать ему о том, что он был там у вас, да, какие-то там поздравления с праздниками, да, чтобы он не забывал о вас и так далее. И вот, получается, все бизнес-процессы эти расписали. И когда вы расписали эти бизнес-процессы, следующий важный шаг заключается в том, чтобы мы должны посмотреть, как оптимизировать нашу бизнес-модель. Все ли из всех бизнес-процессов, которые мы описали, мы будем делать самостоятельно, или мы какую-то часть будем отдавать, да, привлекая партнеров. Допустим, размещаем у себя трансфер, используем, соответственно, ну, либо компанию специальную транспортную, да, либо такси это будет, либо, соответственно, они самостоятельно будут к вам приезжать, ваши туристы. Если мы, допустим, говорим о питании, опять-таки, вы самостоятельно у себя организуете питание, или они сами будут там себе готовить, либо же вы будете привлекать, да, свою соседку или там какую-то уже специализированную организацию, которая будет вам готовить, да, и вашим клиентам, да, готовить на заказ, да, либо же, возможно, вы там мастер-класс хотите, чтобы у вас там был. Кто будет проводить этот мастер-класс? Опять-таки, вы своими ресурсами или привлекаете со стороны. И получается, что вы проделываете вот такую работу, да, когда вы выписываете сначала все свои бизнес-процессы, вот вспомогательная табличка вам я, да, даю. Когда вы пишете, кто конкретно будет делать эти бизнес-процессы, выполнять вы или нет. И, соответственно, описываете, какие ресурсы для каждого бизнес-процесса нужны. Если вы понимаете, что у вас будет трансфер, значит, вам нужен автомобиль, да, либо там обычный легковой, либо же, если у вас там групповые туры, то, значит, это микро, может быть, автобус, да, или уже прям большой автобус. Если мы, допустим, говорим, что это мастер-классы, опять-таки, ресурсы, да, которые необходимы для организации, это должен быть человек, который будет проводить, вы будете брать этого человека в найм, или это лично вы, да, или тот тур, члены вашей семьи, либо же это люди, которые со стороны, там, вашей соседке-рюкодильнице придет, да, что-то интересное сделает и так далее. То есть вы прорабатываете именно ваши бизнес-процессы с точки зрения их организации. И у вас получается такая некая заполненная табличка, в которой вы уже понимаете четко, кто что делает в рамках одного турпродукта для вашего клиента, да, для его обслуживания. И когда вы вот это все распределяете, у нас получается возможность уже видеть, как это все у нас будет работать, да. Если мы говорим, что мы привлекаем партнера, значит, нужно понять, во сколько нам это обойдется, во сколько будет нам обходиться привлечение, допустим, автобуса, да, а не покупка его, чтобы партнер был, во сколько нам будет обходиться проведение мастер-класса, во сколько нам будет обходиться, там, допустим, проведение какой-то экскурсии дополнительной, да, к проживанию, организация досуга и так далее. И мы таким образом, получается, что не просто понимаем бизнес-процессы, но и потихоньку начинаем собирать информацию об этих ресурсах, которые нам необходимы для того, чтобы продукт запустить и чтобы он работал, и самое главное, о стоимости, да, то есть какие расходы мы должны понести, чтобы эти ресурсы у нас были, чтобы эти бизнес-процессы у нас выполнялись, и вот это очень важная такая история, которая нам дает возможность просто все это понятие писать. При этом, когда мы расписываем свои ресурсы ключевые, очень важно прям подробно расписывать, да, что нам нужно. Ну, в принципе, на начальной стадии, да, если вы находитесь, вы можете укрупненно это сделать, но чем детальнее вы это проработаете, да, тем точнее будут затраты у вас посчитаны. Это уже каждый сам для себя может сделать, но в обязательном порядке хотя бы в укрупненном виде нужно это сделать. И нужно помнить о том, что, допустим, если вы написали, что каналом привлечения у вас будет сайт, да, там, или группа в социальных сетях, то, значит, вы должны что понимать? Вы должны понимать, что в ресурсах у вас должен появиться сайт, да, потому что вам необходимо будет потратить средства для того, чтобы он у вас появился, что вам необходимо будет тратить средства для того, чтобы этот сайт работал, то есть его нужно будет постоянно наполнять, его нужно будет постоянно продвигать, да, рекламировать для того, чтобы клиенты к вам приходили. И таким образом абсолютно все, что у вас будет происходить, оно будет выражаться в ресурсах и, соответственно, в партнерах. Потому что когда вы будете выбирать бизнес-процессы, которые вы будете отдавать на сторону, кто их будет вам делать? Это будут либо партнеры, либо подрядчики. И формируется следующий блок в этой бизнес-модели нашей, который называется ключевые партнеры. Мы уже понимаем, какие партнеры нам нужны. И мы понимаем, кто из них ключевой, а кто не ключевой. Почему? Потому что, если, допустим, мы говорим о проведении мастер-классов, и у вас в деревушке куча-куча-куча мастериц, одна может прийти, один мастер-класс провести, как там, допустим, приготовить какое-то национальное блюдо, вторая может привести другой мастер-класс и с детьми, допустим, пошить какую-то игрушку, возможно, тоже там какую-нибудь национальную. Третья может там чайную церемонию провести и так далее. И то есть получается, что у вас там может быть целый набор партнеров, и вы можете одного партнера другим заменить. То это здорово. А бывает такое, что появляются прям очень зависимые мы от наших, очень зависимыми мы можем стать от наших партнеров. Например, если вы открыли, значит, вот как раз-таки, скажем так, в сфере сельского туризма направление именно ресурсное, да, то есть когда вы продаете свою продукцию, то есть вы организовали точку приема гостей, точку для того, чтобы можно было провести экскурсию, сделать дегустацию, и выставили прилавочек, где будете продавать ваш продукт, и вы понимаете, чтобы вам был нормальный поток клиентов, вам нужен кто? Туроператор. Тот, кто мимо каждый день возит туристов. И, следовательно, это уже ключевой партнер. Не будет с ним взаимоотношений, поток туристов будет маленький, да, будет с ним все хорошо налажено, поток клиентов будет все больше, больше и больше, да. Чем больше туроператоров привлекаете, или туристических агентств, которые организуют туры, и вписываетесь в их туристический продукт, тем, соответственно, больше у вас клиентов. Это ключевые партнеры. Ну, вот, как бы, разницу рассказала. Самое главное, чтобы вы понимали, что этих партнеров нужно тоже для себя прописать. И когда вы вот этот блок проработали, ключевые виды деятельности, именно с точки зрения организации, бизнес-процессов, ключевых партнеров, кто делает, да, какие процессы вы делаете сами, какие вы передали на сторону своим партнерам, и, соответственно, ключевые ресурсы, мы уже можем получить очень важную информацию, информацию, которая позволяет нам структурировать, да, вот наши все потребности и, соответственно, понять, и понять, значит, какие расходы мы будем нести. Для того, чтобы это сделать наилучшим образом, я всегда советую, когда вы описываете свои ключевые ресурсы, сразу распределять эти ресурсы на две группы, скажем, да, такие большие основные. Первая группа ресурсов – это те ресурсы, которые вам необходимо, на которые вам необходимо сразу затратиться, да, стартовый такой запуск, чтобы сделать. Например, если мы решили палаточный лагерь организовать, это значит, что нам нужно приобрести палатки, это значит, что, возможно, нам нужно приобрести землю. И наша с вами задача, да, понять, вот, допустим, земля, эту землю мы с вами покупаем или берем в аренду. Палатки, мы с вами их покупаем или, там, допустим, берем в аренду. Допустим, решили построить гостевой домик, да, мы этот гостевой домик покупаем готовый, мы его строим, или же мы, соответственно, там, в лизинг его там покупаем, да, сейчас есть там, или в кредит. И вот это очень важная такая история. Почему? Потому что, если мы начинаем не просто описывать эти ресурсы, а описывать, как мы их будем использовать, откуда мы их будем получать, у нас появляется понимание расходов, то есть тех трат, которые нам необходимо осуществлять для того, чтобы мы с вами могли посчитать, а сколько же нам нужно денег для запуска нашего турпродукта, который мы придумали, да, и, соответственно, или там тура, да, и для того, чтобы осуществлять его ежемесячно, да, тратить средства для того, чтобы наш турпродукт работал, да, создавался, обслуживался и так далее. И вот на этой начальной стадии, получается, мы наши расходы, исходя из того, как мы будем владеть нашими ресурсами, делим на разные части. На инвестиционные разовые расходы на запуск и на текущие издержки. Покупаем гостевой домик, покупка, инвестиции. Берем в аренду, это значит текущие расходы по аренде. Необходимо транспортное средство для трансферта. Опять-таки, либо мы его покупаем, это инвестиционные расходы, либо же мы, допустим, оформляем его в лизинг, и первый платеж – это инвестиционный расход. А потом ежемесячно, соответственно, платим текущие лизинговые платежи, это уже текущие расходы. Либо, соответственно, там персонал, опять-таки, персонал. Мы понимаем, что персонал – это тот расход, который, те средства, которые мы будем тратить на содержание персонала – это текущие расходы, потому что мы каждый месяц должны людям платить зарплату. Или за каждый проведенный мастер-класс, за каждый приготовленный обед и так далее. То есть мы должны понимать, что это текущие расходы. Бывает тогда, конечно, что иногда нам приходится и инвестиционные расходы в персонал вложить. Когда приходит к нам человек, мы понимаем, что нам нужно его обучить. Это, допустим, расходы на инвестиционного характера. И так далее. Таким образом получается, что мы все наши расходы обязательно делим на две группы, описывая ресурсы. И если мы по этому пути пойдем, то у нас с вами получается уже очень хорошая история. Мы можем не просто понимать, как у нас все работает и что нам нужно для того, чтобы организовать работу нашего турпродукта, а мы еще понимаем, а сколько это в деньгах для нас выявится, сколько нам нужно денег для того, чтобы стартануть или запустить новый турпродукт, и сколько нам необходимо будет ежемесячно тратить на содержание нашей компании, скажем так, и на выполнение обязательств перед нашими клиентами, перед нашими туристами, которые к нам приезжают на наше предприятие. И таким образом, если мы с вами описываем нашу бизнес-модель, как я вам рассказываю, у нас уже складывается сразу очень хорошая история. Еще раз, да, мы понимаем, что конкретно мы предлагаем нашему клиенту, мы понимаем, кто конкретно наш клиент и как мы с ним взаимодействуем, мы понимаем, как мы обслуживаем нашего клиента, то есть как у нас все это задействовано, какие ресурсы, на какие партнеры для того, чтобы турпродукт был таким, как мы хотим, соответствовал ожиданиям и нашим, и тем более ожиданиям наших клиентов. И самое главное, мы понимаем, сколько и за что денег могут нам, ну, за что могут нам приносить деньги клиенты, да, сколько они нам могут заплатить, какие потоки доходов у нас могут быть. И мы понимаем, какие расходы нам нужно понести для того, чтобы организовать работу нашей туристической компании, да. Пусть в сельской местности, пусть в сельский туризм, но это, соответственно, тоже расходы, и они не маленькие тоже бывают иногда. И таким образом получается, что у нас уже вот она есть бизнес-модель. И когда мы эту бизнес-модель создали, у нас с вами наступает следующий этап. Нам необходимо эту бизнес-модель теперь оценить, посмотреть, насколько она эффективна, способна ли она приносить нам доход в первую очередь, да, способна, этот уровень дохода достаточен ли будет для нас, для того, чтобы мы могли работать по этому направлению и, соответственно, зарабатывать и развивать нашу компанию, которую мы создали в сфере туризма. Вот. И поэтому у меня к вам есть такое небольшое домашнее задание, да, для того, чтобы наша работа дальше была эффективна, я предлагаю вам свою бизнес-модель описать, то есть заполнить шаблон вот этой бизнес-модели для конкретного вашего продукта, да, для того продукта, который вы, с которым вы зашли на проект, который вы предлагаете своим клиентам, который вы уже имеете, да, на текущий момент, или который вы только планируете создать. Здесь абсолютно нет разницы, что вы конкретно сейчас есть, этот продукт у вас или он только в виде идеи у вас существует, да, но все-таки попробовать, не пробовать, а заполнить эту модель. И когда вы эту модель заполните, да, и очень важно, на что обратить внимание, очень важно, когда вы будете заполнить эту модель, оцифровать ресурсы, да, то есть так, как я вам говорила, распределить эти ресурсы, понять, сколько они для вас будут стоить и распределить их потом. Но если сами не сможете, то вместе, да, потом на консультации распределим, что будет относиться к ресурсам инвестиционным расходам, А что в рамках использования ресурса будет относиться к текущим издержкам. И мы с вами, соответственно, имея вот эту бизнес-модель, описанную, сможем ее оцифровать, то есть посчитать в количестве клиентов, в выручке, в прибыли, на что она способна. И оценим с вами на следующем нашем занятии. Мы эту бизнес-модель с вами оценим с точки зрения жизнеспособности или если там у нас еще есть время, может быть, сейчас еще, да, чуть-чуть даже про это немножко поговорим. И, соответственно, оценив эффективность модели, посмотрим, да, уже непосредственно я вам расскажу, как это на практике делается, а вы уже в следующей нашей встрече просчитаете свою модель. И мы с вами на консультации сможем подумать, посмотреть, как ее модифицировать, да, как ее дополнить, усилить, что изменить для того, чтобы вот все-таки результат вас удовлетворял с точки зрения эффективности работы, да, чтобы вы не работали в ноль, чтобы вы не работали в убыток, чтобы вы понимали, что ваша модель способна приносить деньги и в каких случаях она способна приносить эти деньги в виде прибыли. Вот. И, соответственно, как я уже сказала, часть следующего нашей встречи будет посвящена тому, что я расскажу, как правильно на основе уже вот этой хорошей описанной бизнес-модели, которая у вас есть, создавать туристические проекты, да, которые будут интересны для того, чтобы вы могли привлекать внешнее финансирование в вашу компанию туристическую, да, в ваш маленький или большой туристический. Бизнес. И, соответственно, не только за счет своих средств развиваться, но и за счет привлеченных средств в том числе. Вот. Поэтому домашнее задание вам, соответственно, заполнить вот этот шаблон бизнес-модели в вашей группе, да, в Телеграме мы все это разместим. И, чтобы вам было проще, будет у вас на руках эта презентация и плюс вспомогательная табличка к этой бизнес-модели, в которой будут описаны абсолютно, ну, как бы такой полный, по максимуму я постаралась здесь записать, вопросы вспомогательные, отвечая на которые вы сможете заполнять ваши бизнес-модели. И еще раз, как бы, да, призываю вас, пользуйтесь вот этими вспомогательными табличками, которые будут вам давать возможность распределять бизнес-процессы, описывать ценности ваших продуктов, да, соответственно, и так далее. Так, Андрей, смотри, у нас там осталось еще время, я могу дальше идти? Да, нормально, давай, Ларис, да, пойдем, если чтобы, ну, как бы, если чтобы логически, и я потом тоже прокомментирую по тому, как домашку мы показываем, даем вот это все. Ну, вот, смотри, тогда у меня, значит, наверное, сначала вопрос, прежде чем мы шагнем чуть-чуть дальше, да, в оценке жизнеспособности сейчас. Найду листик, где, господи, где я остановилась-то в первый раз. Я просто уточнение, хорошо, Ларис, сейчас посмотрите, мы там, мы, соответственно, присылаем после презентацию, вот, в группу, Ларис пришлет мне, я в группу, также формат, ну, ключевые пункты бизнес-плана и табличку по финансовой модели. Вот так вот, да, и, соответственно, в субботу, ну, вы в процессе прям, вот я специально, когда пришел в группу, тегую на эксперты, кто проводит, вы можете, в принципе, какие-то вопросы задавать лично, можете писать в группу, вот, и на консультацию, до консультации лучше прислать, именно до, показать Ларисе, чтобы на консультации не взимать время. Приоритетка, кто будет в субботу на консультации, будет отдаваться тем, кто заранее прислал, уже записался. Да, я предлагаю следующему, я предлагаю, вот, консультации, которая будет первая у нас, подготовить бизнес-модель и собрать информацию по цифрам, да, вот, чтобы мы понимали, какие ресурсы наши, какие ресурсы привлеченные и сколько они, во сколько это нам будет обходиться, да, использование чужих ресурсов или же приобретение своих. И, да, то есть, то, что вы можете, бизнес-план и финмодель, посмотрите, то, что можете, запишите, что нет, ну, как бы, значит, дальше. Давайте так. Я бы предложила, просто это будет слишком много, мне кажется, слишком много будет, если, ну, как бы, если прорабатывать бизнес-модель, если прорабатывать бизнес-модель, на бизнес-план времени не хватит. А вот следующую нашу встречу я прям погружусь в бизнес-план, в бизнес-проект, как это правильно писать, как правильно заполнять, как правильно заполнять финансовую модель, и уже к следующей консультации будем ждать заполненные бизнес-проекты или отдельные элементы какие-то из этих блоков и заполненную финансовую модель. И мы сможем уже там играть цифрами, корректировать, понимать, как мы можем на что влиять именно с точки зрения цифры и красоты, скажем так, изложения материала. Я предлагаю таким образом поступить, мне кажется, это будет более эффективно, потому что слишком много работы, можно не успеть, времени не так мало, сегодня среда, консультация в субботу. У нас сейчас еще порядка 10 минут есть. 10 минут. Потом будет мастер-класс следующий. Просто если есть вопросы, вы можете задать в чат, я на вопросы вам поотвечаю, если нет, тогда я могу немножко коснуться уже оценки жизнеспособности, да, в бизнес-модели, ради чего мы вообще эту бизнес-модель-то описывали. Вот если будет вопрос, можно голоса, можно писать, если нет, я пока эти 10 минут, которые у нас есть, уделю все. Либо вот так вот руку поднять и задать. Да, можно руку поднять, да, тоже здорово. Итак, то есть сама по себе бизнес-модель, как я уже говорила, она содержит описание вот этих важных основных блоков, инфраструктуры, предложения клиентов, формулы прибыли. И для того, чтобы понять, действительно ли формула прибыли у нас заложена в модели или формула убыточности, да, нужно эту модель теперь как бы оцифровать и проверить на цифрах, в реальности способна ли она приносить нам доходы. Поэтому для того, чтобы это сделать, нужно понимать, что любая бизнес-модель жизнеспособна только в том случае, когда она приносит прибыль. Именно прибыль является основным критерием успешности и эффективности любого бизнеса, независимо от сферы деятельности. И наша с вами задача вот как раз таки понять, для того, чтобы запустить турпродукт, да, для того, чтобы запустить новое направление своей деятельности, нужно как раз таки вот оценить способность этого направления или продукта зарабатывать прибыль. И второй важный компонент, который всегда оценивается при жизнеспособности бизнес-модели, это окупаемость проекта. То есть способен ли проект вернуть те средства, которые вы в него вкладываете, да. Хотим построить открытый гостевой дом или палаточный лагерь. Понимаем, что для организации этой работы нам нужно вложить 2 миллиона или там 10 миллионов, в зависимости от масштабов, комплектации, ресурсов, которые мы будем привлекать и так далее, и так далее. Не важно, да, даже если вы там 500 тысяч вложите, важно всегда понимать, а вот эти деньги, которые вы вложили, как быстро они отобьются, вообще они вернутся ли к вам или не вернутся, да, потому что очень хочется, чтобы прибыль была такая, чтобы она и покрыла наши издержки текущие, и покрыла наши инвестиционные вложения, и еще дала возможность заработать для того, чтобы развиваться дальше. И вот как раз таки жизнеспособность, она позволяет ответить на вот эти два важных вопроса. Есть ли прибыль и способны ли, да, окупиться наш проект. Для того, чтобы это сделать, необходимо определенные шаги, да, пройти. И первый шаг, про который мы говорим, возвращаемся к нашей бизнес-модели, вот этой последней части. Как мы работаем, да, и если вы вот эту работу проделаете, про которую я вам говорила, распишите ресурсы, виды деятельности, да, у вас появляется возможность при оценке ваших ресурсов и условиях использования сформировать в своем основном выражении, да, вашей потребности. Допустим, я хочу открыть гостевой дом, да, я понимаю, какой гостевой дом, какой там номерной фонд, где он будет расположен, да, покупаю я его или арендую, и у меня появляются цифры в голове. Я покупаю 10 миллионов, арендую 100 тысяч рублей в месяц, да, плюс коммунальные платежи, там, еще какую-то сумму докинули, да, или вместе с коммунальными, возможно, да. Либо же я, соответственно, понимаю, что я не могу 100 тысяч себе позволить, у меня еще такого турпотока нет, я только собираюсь открывать, да, на территории, там, ресурсную, да, допустим, модель создаю, да. Но при этом я понимаю, что люди, которые ко мне приезжают, я далеко нахожусь, они где-то все равно должны переночевать, и я тогда ищу партнеров, которые готовы там посуточно, да, предоставить моим туристам, которые ко мне приедут на мою экскурсию, да, там, захотят поработать, возможно, там у меня, да, на моей, в моем сельском, так сказать, в моем сельском фермерском хозяйстве, где-то разместиться. Я ищу, кто может разместить, да, там, посуточно, допустим. Вот выбираю модель, которая для меня бы максимум подошла. И таким образом расписываю каждый источник, и получается, что в результате этой работы у меня, соответственно, определяются две группы расходов, инвестиционный и текущий. Следующий важный шаг – распределить эти расходы, да, текущие расходы, то есть те расходы, которые ежемесячно я буду тратить для того, чтобы обслуживать своих клиентов, своих туристов, принимать и давать им то, что они хотят, соответствовать их ожиданиям. Я должна эти расходы распределить еще на две группы. На расходы, которые называются постоянные, и расходы, которые называются переменные. Что такое постоянные расходы? Это те расходы, которые зависят от объема производства, так сказать, да, от объема оказываемых услуг. Ну, например, если бы я арендовала гостевой домик и, получается, да, платила бы 100 тысяч рублей в месяц, в принципе, моему арендодателю было бы не важно, я аренду, но есть у меня там туристы, гости, приехали ко мне или нет, ему важно, чтобы я 100 тысяч ему заплатила. Это значит постоянный расход. С другой стороны, если я, допустим, понимаю, что вообще нужно стремиться к тому, чтобы постоянных расходов было как можно меньше, чтобы как можно больше расходов зависело от количества клиентов ваших, от вашего оборота. И вот эти расходы, которые зависят от оборота, называются переменные расходы, когда они четко привязаны к количеству. Ну, например, если вернуться опять к аренде, если бы я не арендовала целиком помещение, а посуточно, да, арендовала у своего партнера номера в тот момент, когда ко мне приезжают туристы и размещала бы их там, то в зависимости от того, сколько ко мне приедет туристов, сколько номеров я посуточно сниму и на сколько суток будет зависеть объем расходов, который будет. Много туристов, большие расходы, мало туристов, маленькие расходы. И вот это вот, соответственно, часть, это переменные расходы называются. И наши расходы, наша с вами задача распределить на эти переменные и постоянные расходы. И вот эту работу нужно сделать обязательно. Если вы эту работу проделаете, тогда уже можно приступать к следующему шагу. Для того, чтобы нам с вами было удобно, я предлагаю дальше оценку рассматривать именно с точки зрения практики, да, не просто на голых цифрах, а на реальном каком-нибудь примере. У меня, к сожалению, не было никакого примера из нашей жизни, да, поэтому я взяла уже готовый, а мы с вами на практике уже на консультациях будем разбирать конкретно ваше понимание. Итак, допустим, я создаю туристический продукт, который называется тур, да. Тур, предусматривающий приезд ко мне людей по туристическому маршруту, который я разрабатываю. То есть я создаю, значит, модель сетевую, да, как туроператор, да, создаю туристический маршрут, по которому я буду возить своих клиентов. Я продумала, оценила все ресурсы, да, я сформировала этот туристический продукт свой, понимаю, что он там будет составлять два дня с заездом в разные точки, да, 7 мест посещения у меня будет. То есть я вот этот продукт весь для себя сформировала, упаковала и просчитала, поняла, да, что потенциальных клиентов у меня может быть там куча всяких. Это могут быть и семьи с детьми, и паломники, потому что у меня там на территории много мест, да, объектов религиозного назначения есть. И исторические там любители истории, да, там квестов всяких различных. И пенсионеры сейчас тоже очень много ездят, и учащиеся. И мне важно выбрать свою основную, главную целевую аудиторию, на которой я буду заточена. Ну, я выбрала, что мои основные целевые аудитории будут учащиеся, потому что решила, что, да, путешествие будет для городских детей на туры выходного дня такие, да. Раз вечером, утром уехали в субботу, в воскресенье вечером домой вернулись и дети. Вот, и теперь моя задача, описывая эту бизнес-модель свою, да, оцифровывая ее, посчитать свои расходы. И если я иду по тому пути, про который я говорила, я могу понять четко расходы на запуск, то есть свои инвестиционные расходы. Я понимаю, что для того, чтобы разработать тур, я там потратила, да, какие-то средства, вот у меня получилось 150 тысяч работ, да, потому что я разработала мастер-план, да, мне там концепцию все это, мне расписали, помогли там сделать и так далее. Я, соответственно, понимаю, что для того, чтобы освоить этот тур, нужно мне быстро клиентов, да, чтобы они там поехали ко мне, а для этого нужно провести ознакомительные туры, например, там директоров школ собрать и по турмаршруту провести, чтобы они принимали решение, что да, интересно для детей маршрут. Следующее, да, я понимаю, что у меня там какие-то представительские расходы там были для того, чтобы наладить контакты, я куда-то ездила к тем же самым директорам школ, чтобы, да, тратила средства. Я, соответственно, создаю сайт своего турпродукта, у меня на маркетинг, на продвижение там какие-то деньги закладываю и так далее, и так далее, то есть я собираю все свои расходы на запуск, который мне необходимый, и вот у меня получился миллион. При этом как бы я запускаю новый для себя продукт, да, только выхожу на эту сферу деятельности, и если я новая компания, которая только собирается создавать это направление деятельности, необходимо в обязательном порядке что сделать? Смотреть финансовую подушку. Если, допустим, у меня была бы компания, которая уже существует давно, и я просто новое направление, да, новый тур открыла бы, то тогда, в принципе, финансовую подушку можно было бы не создавать. Почему? Потому что у меня есть текущая деятельность, которая генерирует деньги какие-то, да, и я могу их оттуда потихонечку брать. Но если она в достаточном объеме, да, генерируется, если вы понимаете, что в достаточном объеме основная деятельность не собирает, ну, не аккумулирует вам нужных средств на покрытие текущих расходов, пока клиентов еще не доработали много на новый продукт, то здесь, конечно, нужно тоже подумать про создание финансовой подушки. Для того, чтобы создать финансовую подушку, этот некоторый страховой запас, да, на период выхода вас на рынок, нужно понимать, как это делать. Как это делается? Делается это очень просто. Нам нужно посчитать постоянные расходы. То есть мы формируем следующую таблицу, в которой мы собираем все свои расходы. Вот, я посмотрела, что для того, чтобы существовать, да, для того, чтобы запустить этот тур, мне необходимо арендовать помещение, в котором будет располагаться моя туристическая компания, да, я небольшой такой маленький, туристическое агентство, наверное, да, туроператор очень не доросла, ну, ладно. Необходимо, чтобы у меня потом был менеджер тура, который будет отслеживать, да, полностью всю работу, заниматься организацией, приемом гостей, да, договариваться с партнерами и так далее. Мне необходима будет текущая реклама ежемесячная для поддержания информированности о моем туре. Мне нужны будут расходы на продвижение, да, там, через таргет, вот я там решила продвигаться. Какие-то накладные расходы у меня будут, да, там, расходы, связанные с управлением компанией, да, туристической с моей. Ну, и там непредвиденные заложила. То есть посчитала, что все расходы, которые у меня будут связаны, такие, текущего характера с работой моей, будут составлять 250 тысяч рублей. И вот наша, моя задача понимать, что вот эти 250 тысяч рублей я должна буду ежемесячно платить, ежемесячно покрывать эти расходы. И финансовая подушка нужна для того, чтобы иметь возможность вот этот задел денег, пока клиентов не пришло много, да, и пока недостаточно этих клиентов, эти расходы надо за счет чего-то покрывать. Вот поэтому я на старте нового продукта обязательно формирую финансовый резерв, который бы позволял на протяжении от 3 до 6 месяцев покрывать вот эти вот расходы текущие, постоянные. Таким образом, как бы добавляю в свой инвестиционный бюджет финансовую подушечку, вот я 6 месяцев закинула, да, и получается, что для того, чтобы стартануть и создать вот этот новый свой туристический продукт, мне необходимо 2,5 миллиона. При этом я закладываю финансовую подушку в размере 1,5 миллиона для покрытия текущих платежей на всякий случай. Если не понадобится, да, эти деньги можно будет потом направить в другое русло. Вот, и собрав информацию, да, мне получается, я уже понимаю, что на запуск мне нужно 2,5 и на вот безопасную работу в первый промежуток времени, в первые полгода. Я понимаю, что для того, чтобы свою текущую деятельность осуществлять, мне нужно будет ежемесячно постоянных расходов, 250 тысяч тратить. И, соответственно, потом я формирую бюджет переменных расходов, то есть расходов на единицу продукта, на каждую поездку, да, на каждый тур, который у меня будет. А сколько у меня будет там переменных расходов. И вот здесь я начинаю собирать прямые расходы, которые зависят от количества людей в конкретной группе, да, в каждой конкретной группе. И от количества групп, соответственно, тоже. И для того, чтобы это делать, мне, соответственно, опять-таки, я возвращаюсь к своему продукту, к его конкретизации, что он из себя представляет. У меня автобусный тур, 2 дня, 1 ночь. В автобус помещается 40 туристов, 40 детей, да, или 38 детей и 2 сопровождающих. И, соответственно, я понимаю, что я заезжаю в несколько точек, у меня есть куча, да, различных этих мест туристической привлекательности, в которые я бы хотела завести своих туристов. И я понимаю, что их надо будет еще покормить, что их надо будет еще где-то разместить, чтобы они переночевали. И я собираю все эти расходы на одного человека, да. Стоимость посещения, да, каких-то мест, там, 50 рублей, да, кто-то там 300 рублей за мастер-класс, да, кто-то там, соответственно, за экскурсию 500 рублей, кто-то за размещение, за питание и так далее. Собрала все расходы, связанные с реализацией своего конкретного тура для конкретной группы. И получается... Елизавета, не надо передумывать. Все посчитаете, на самом деле все будет очень легко. И получается, что собираем мы эту информацию, и на одного человека нам необходимо для того, чтобы тур организовать, 1700 рублей потратить, да, расходов на вот эти ресурсы, да, которые мы у себя привлекаем в рамках реализации своего турпродукта, да, заплатить всем тем компаниям, партнерам, с которыми мы будем взаимодействовать. На одного человека, а на всю группу из 40 человек – это 68 тысяч. Вот. То есть переменная часть собралась. И когда мы собрали эту переменную часть, причем, смотрите, если вы, допустим, занимаетесь гостевым домиком, да, вот, палаточный лагерь, у вас переменные расходы будут другие, да. Ваши переменные расходы будут складываться из чего? Они будут складываться непосредственно из того, что вы предлагаете индивидуально для каждого клиента, да, вашего. Ну, что там у вас может быть? Ну, например, я фантазирую, не знаю, просто какие там у вас палатки, да, в ваших палатках, там, допустим, у вас будут выдаваться людям… Что там может быть? Ну-ка скажите, какие у вас там расходы могут быть в палаточном вашем лагере, который зависит от количества клиентов? Елизавета. У нас, получается, расходы будут связаны с тем, что нам надо построить, мы изначально построим вот этот вот помост деревянный, на котором будет палатка стоять. Это инвестиционные расходы. И будет сверху над палаткой деревянный такой щит. Угу. Вот, ну, на инфраструктуру. Мы затратимся там на сарай, на пыль, на пыль. Так, тоже инвестиционные расходы, хорошо. У нас есть сплав по реке, соответственно, это лодки. Вот, сплав. Купили лодки. Да, у нас такие расходы связаны с тем, что у нас там инструктор по сплаву, вот. А геннадская ходьба там, в принципе, это несложно, и инструктор там по йоге и по гимназии. Вот получается, да? Да, здорово. Получается, что у нас на организацию места приема это инвестиционные расходы, а уже когда туристы к нам будут приезжать, мы им предлагаем сплав, да? И, следовательно, лодки-то мы закупили, это инвестиционные расходы, а инструктор, оплата труда этого инструктора, да? Это уже переменные расходы. Чем больше у нас группа, да, чем больше у нас этих сплавов, тем, соответственно, выше зарплата нашего инструктора, да? Если она у нас переменная, допустим, за каждый сплав там платим 10 тысяч рублей нашему инструктору. 10 сплавов – 100 тысяч рублей, 2 сплава – 20 тысяч рублей заплатили. Это уже вот переменные как раз такие расходы. То же самое там касалось мастера йоги, да? То есть это у этого инструктора по йоге или тренера по йоге, правильно, наверное, будет. Тоже от чего будет зависеть его зарплата. И вот ваша задача, конечно, стараться делать так, чтобы по максимуму вот текущие расходы, связанные с обслуживанием ваших туристов, они были бы для вас переменной составляющей, чтобы вы не несли вот это время, когда людей, допустим, нет, а расход тратить надо, да? Инструктору, допустим, оклад поставили 50 тысяч, а сплавов было всего два. И, соответственно, получается, что вам это не очень выгодно. Ну, это так просто, да, маленький комментарий. И таким образом получается, вот собираете вот эту всю переменную часть, сколько у вас на одну группу или на одного человека будет расходов переменных в рамках вашей деятельности. Туда может входить питание, если вы будете организовывать питание, да, эта услуга будет входить в вашу историю. Те же самые мастер-классы какие-то, да, те же самые экскурсии и так далее. То есть вот это все собираем и получаем какую-то определенную сумму. И когда мы эту сумму уже определили, теперь мы уже можем посчитать приблизительные, да, наши эти, цены на наш продукт установить. Слушай, я, наверное, про ценообразование договорю или уже все, про ценообразование. Ну, давай прям совсем, да, вот минуточка, да, есть и плюс. Нет, давай минуточку, тогда нет, тогда, значит, остановимся на том, я подведу итог. Итак, если вы пойдете по пути, о котором я вам сегодня рассказывала, да, и опишите вот свою бизнес-модель, формализуете ее на бумаге, в той табличке, которая у вас есть в шаблоне, и, соответственно, просчитаете ресурсы, да, стоимость ваших ресурсов, исходя из того, как вы им будете пользоваться, у вас появится, ну, во-первых, шаблон заполненной бизнес-модели, вы будете понимать, кто ваши клиенты, какие ценности, как вы взаимодействуете, какие доходы вы от них получаете, какие вам нужны ресурсы, какие вам нужны партнеры, что вы делаете сами, что делают ваши партнеры, и понимаете ваши расходы, расходы на запуск вашего продукта туристического, который вы придумали, и расходы на обслуживание ваших туристов в рамках осуществления вот этой вашей деятельности, когда они вашим продуктом пользуются, и в результате у вас должно получиться еще три таблички, да, табличка, которая будет инвестиционные расходы, сколько нужно денег на запуск, табличка, которая будет постоянные расходы, какие вы средства будете тратить ежемесячно, вне зависимости от того, какое количество у вас будет туристов, да, оно необходимо в обязательном порядке для того, чтобы ваш продукт работал и был доступен для вашего туриста, и переменные расходы, то есть те расходы, которые вы будете тратить на каждого конкретного приехавшего к вам туриста или группу туристов, да, в зависимости от того, как у вас это организовано будет. Вот, если вот эту работу вы проделаете, то в следующей нашей встрече вы сможете не просто посмотреть на моем примере, как рассчитать количество клиентов, а прям сразу для себя оценить потенциальный необходимый объем клиентов для того, чтобы ваш продукт приносил вам прибыль. Вот на этой красивой ноте постараемся. Можно сегодня закончить. Так, пока не пробуем на практике, не можем учесть все расходы, запасом придется закладывать. Вот, смотрите, Елизавета, когда придет, ну, вы хотя бы сейчас крупными мазками бизнес-модель набросаете, придете на консультацию, когда мы с вами прям детально ее разберем и набросаем вам, да, варианты, какие могут быть, исходя из нашего опыта, да, исходя из опыта коллег, кто к нам придет еще, ну, вот, опыта группы, да, вашей, и мы по максимуму постараемся вам добавить вот эти запасы, ну, в запасах, сказать, да, расходов, которые нужно обязательно учесть для того, чтобы вам потом не было очень обидно, что какой-то ресурс нужно было привлечь, а вы его не учли, и будет в результате у вас проседание из-за этого. Коллеги, вот уверен, что вопросов будет очень-очень и очень много, особенно когда вы начнете это делать. Вот, поэтому максимально прям вот то, что пришлет Лариса, то, что будут все эти шаблоны, вот прям сразу начинайте делать, потому что, Лариса, запланировано вот только эти консультации, а как бы вы не успеете, ну, значит, уже как бы сами будете договариваться в рамках акселератора, вот те даты, которые стоят. Вот, это важно. Поэтому вот мой вам совет. Максимально то, что сейчас пришлет Лариса, поэтому я его просил, сразу от Ларисы все получить хотел. Бизнес, платы, финансовая модель. Нет, я могу прислать все, сразу испугается еще среди. Уже страшно, Елизавета вот пишет, уже страшно. Не бойтесь, но это правда жизни, потому что много итераций нужно сделать, чтобы доделать, чтобы там, в общем, как-то вот так, Елизавета. Мы с Ларисой еще раз с 11-го года или с 10-го работали, нас не помню. В общем, вот, тысячи проектов, в общем, сами понимаете. Вот, пожалуйста, вот, так-то задавайте, пришлем сегодня видео уже, материалы, да. Вот, 12 человек заполнило анкету, кто еще не заполнил, меня сейчас слышит, это сделайте. Опять же, вот наставники сегодня уже будут, Елена Шеребон обещала сегодня от вечера быть. Те, кто взял, наставники тоже ограничены во времени, соответственно, ваши пожелания в анкете учитываются. Вот так. Все, спасибо, Ларис, спасибо тебе. Мы на самом деле не отключаемся, а, соответственно, я сейчас нажму стоп-запись и снова запись, потому что Артем Чернега вот-вот сейчас придет и будет от него мастер-класс. Вот, он сегодня у нас был анонсирован, Артем смог вот только именно в среду, обычный мастер-класс у нас по субботам, но вот именно сегодня будет после лекции. Вот, Ларис, спасибо еще раз, тебе большущая, вот, тогда на связи с Дозвонимся спешим. Вот.